Ну да, ну да, ну да, действительно. Так, для тех, кто подошел попозже, это Пушин, он сегодня с нами. Ну какой прикольный. Еще и в украинских цепках. Я подбирал рубашечку под цвет Пушина, Пушина под цвет рубашечки. Вот, да. Кстати, Пушин это девочка, если вдруг ты не знал. Серьезно? Да. Это кошка. И имя ее что-то означает в переводе с ирландского, но я не знаю, что. Окей, теперь я знаю. Итак. В любом случае это мило. Спасибо. Так, от меня сегодня хотели, я сегодня анонсировал Индонезию, и от меня хотели Шри-Ланку. Но так как людей, которые хотели, сейчас с нами нет, то я сначала, наверное, поболтаю все-таки про Индонезию, как анонсировал. А потом, если будет время, я таки перейду на Ланку. Ну, Индонезия. С Индонезии, кстати, прикольно вышло. Так и со многими странами. Мы когда были в Таиланде, после Таиланда, по-моему, был Непал. И не просто Непал, а трек по Гималаям. Но что-то мы засиделись в Таиланде, и получилось, что в Непал мы уже, если бы летели в Непал, то летели бы на конец сухого сезона. То есть летели бы на сезон дождей, а там в горах мокро, пиявки в кроссовке заползают. То есть такое, да. И я так посидел, подумал, и решил, что окей, полгодика еще помотаюсь где-нибудь там в районе Непала, и полечу туда уже на следующий нормальный сезон сухой. Но, тайская пица заканчивается, нужно куда-то валить. Куда валить? Куда валить? Дешевле всего? Ага, Бали. Вот так я полетел на Бали, потому что тупо в дороге было дешевле всего. Там тупоред стоил 400 гривен, что-то около того. Какие-то совершенно несерьезные деньги. Вот. И на Бали, естественно, летел с вот таким скепсисом, потому что суперраспиаренное место, да, турместо, сказочное Бали, ля-ля-ля. Думал, сейчас перечу, там, все, в ты дорога, сплошные туристы. Не будет, покажите, куда блевать. Чего? Прилечу, туристическое место, все дела, и будет ситуация, покажите, куда блевать. Ну, типа того, на самом деле, скепсис у меня, я не знаю, я не помню, у меня, наверное, самый большой скепсис был вот именно перед Бали, потому что, ну, это потому что суперраспиаренное место, да, и чем более распиаренное место, тем больше у тебя каких-то ожиданий. И если ты, как я, не любишь популярные турместа, типа, там, Пхукета, да, то будет больше скепсиса. Ну, я прилетел на Бали. Кстати, оказывается, не все знают, что Бали – это не страна, это такой остров Индонезии. Теперь вы об этом знаете. Вот, но судить Индонезию как страну по Бали – это вообще плохая идея, потому что он очень отличается, очень-очень отличается от страны Индонезии. Например, Индонезия, она мусульманская. Практически вся Индонезия – это жесткий ислам, это мечети, это хиджабы, это, ну, в принципе, все атрибуты исламского мира. А Бали – это, я даже не знаю, как описать. Нужно начинать показывать, наверное. Там просто очень свои верования, и это отображается во всем. Сейчас я включу экранчик. То есть он более другой не потому, что это туристическое место, а вот изначально? Он, понимаешь, он туристическое место последние лет, ой, чтоб не соврать, ну, лет двадцать, наверное. А до этого это был никому особо ненужный островок между Папуа, Новой Гвинеей и Явой. Там жили себе люди и жили. А потом, например, все европейцы такие, о, а здесь офигенно. И начали этот кафе строить, отели, все такое. Вот. А почему там другие верования? Потому что ислам туда тупо не дошел. Потому что ислам двигался из Индии. Потому что Индия мусульманская, по большей части, и индийские торговцы разносили ислам дальше на восток. В Таиланд принесли ислам, в Малайзию принесли, и в Индонезию. Вот по западной части Индонезии он распространился, а дальше Бали не пошел. То есть западнее, восточнее Бали, там тоже есть островки, там тоже Флорес. И там тоже очень свои верования. Просто мусульмане туда не доплыли. Или доплыли в недостаточном количестве, чтобы принести ислам. Момент, технический нюанс. Маленький вопрос к тебе и вопрос ко всем остальным насчет формата окна. У меня так располагаются зоны, если я на полный экран твою транскляцию разворачиваю, что вот это окно, которое у тебя 16 на 9, оно вписывается у меня в окно примерно 3 на 4, и получается, что картинка в центре очень маленькая. Если у всех остальных точно так же, то скажите. И я думаю, было бы удобнее сделать окно просмотрщика где-то тоже формата 3 на 4, чтобы оно было больше на экране наших компьютеров сейчас. И вот есть тишина. Ничего не могу сказать, я смотрю с телефона. Я сейчас в телегу слину, как это примерно выглядит. Угу, давай. Я просто растянула на максималку, но, может быть, спасает то, что у меня большой экран с белым. Действительно, вот приличный кусок пространства остается белым. Сейчас, 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 ага, ага. Я понял, слушай, а ты же можешь у себя поменять пропорции, по-моему. Я говорил только про себя. Я хотел спросить, если у других так же, то имеет смысл поменять. Если только у меня так, то ради меня одного менять не надо. Пропорции у меня не имеются. Так, а если, а если нет, нет. Я могу сделать все окно трансляции меньше. Тогда я могу менять пропорции, да. Если оно на весь экран развернуто, то вот так. Ну, я тут тебе ничего не скажу, потому что я не знаю, как мне сделать так, чтобы оно отображалось. Нет, ты можешь окно просто сделать. Ну, у тебя окно сейчас на весь экран развернуто. Ты имеешь в виду сделать вот... Не-не-не, смотри. Просто сверни его. Вот так? Не-не-не, так стало хуже. Во-первых, тебя плохо видно. Смотри, сверни его вот с кнопочки. О, вот так? Лучше намного. Я сейчас тебе скажу, как именно. Ух ты. Ух ты. А мне наоборот так стало хуже. У моего меня уже отображение. Потому что вот вариант, который был, ну, когда на весь экран все остальное черное, а то идеально. Тут, видимо, уже нюансилось на компе. Так, сейчас. А, да, действительно. Ух ты. То есть, поскольку оно транслирует именно окно, а не твой экран, то чем ближе это окно к формату где-то примерно 4 на 3, тем, ну, по крайней мере, тем, у кого компьютер и развернуто окно на весь экран. Я так сделаю? Не-не, так стало. А, ну, если на телефоне, то, может, так и лучше. Я понял. А какой я чат-то скидывал? Размер самой картинки не меняется. Хорошо. Ну, в общем, формате Семара. Там, где обсуждение, да? Да, для особо ценного мнения, который. Так, сейчас я на него, блин, на него зайду и посмотрю, потому что я там не нашла. Канал. Так, скажите мне что-нибудь хорошее. Кому не окно. Я думаю, поскольку фотографии будут и вертикальные, и горизонтальные, то чем ближе окно будет к абсолютному квадрату, тем удобнее будет для всех, теоретически. Сейчас найду. Вот смотри, вот горизонталка. Офигенно, просто офигенно. Отличненько. Шепарно. Отличненько, хорошо. Тогда оставляем как есть. Да? Хай, буду игрочка. Окей. Тогда еда. Кстати, насчет еды. Я слышал несколько раз уже в Украине и в Европе, слышал о ресторанах балийской кухни. Так вот, это очень смешно слышать, потому что балийская и в целом индонезийская кухня – одна из самых бедных вообще кухонь, с которой я сталкивался в этом мире. То есть у них рисовая лапша, жареная, жареный рис, рисовые чипсы, немножко овощей иногда, курица, яичница. Вот, все, это практически вся индонезийская кухня. И я потом смотрел менюшки этих ресторанов балийской кухни, и я понял, что под балийской кухней имеется в виду блюдо, которое в принципе представлено на Бали. А на балий очень много туристов и очень много разных кухонь. Там мексиканская, японская, китайская, не знаю, американская. Поэтому под кухней балий понимают просто все, что там готовят. Вне зависимости от того, с какой это страны пошло изначально. А кухня там, да, кухня там беда, просто беда. Ну, вот типичный, типичный балийк. А, ну тут еще есть интересный момент. Есть по факту два бали. Есть бали, который побережье, пляжная, береговая линия, да, и там вот там серферы, там бары, дискотеки, тусовки, русские туристы, айнане 24 на 7. А есть бали, который центральный. Это городок Убуд, это самый центр. Там нет пляжей, потому что это центр острова. Но там намного тише, там спокойнее. Там нет бешеной тусни, туда нет в основном йожица. Потому что бали – это столица йоги. И там на каждом, ну, просто йога-студия, йога-классы, йога-студия. Вот всякие зожники, веганы, вегетарианцы с этим там тоже очень-очень-очень хорошо. И в целом в центре публика поспокойнее. Я вот в первый раз, когда прилетел на бали, я пожил по неделе в каждой из основных локаций. То есть я пожил в центре, я пожил на побережье, я пожил в другом части побережья, я пожил в столице. А потом, когда я уже прилетал, я тупо жил в центре. И если хотелось там на пляжик, к океану, то сел на мопед. Ну, если ты сильно без башни, то минут сорок. А если ты спокойно водишь, то час езды, и ты на побережье. С побережьем, все-таки, тоже есть интересный нюанс. У многих бали ассоциируются с купанием. С купанием в океане и все дела. На самом деле, большинство пляжей бали не подходят для купания. Потому что, во-первых, океан и офигенно сильные волны, которые тебя просто пузико сгирают от песочек. А во-вторых, в лучшем случае от песочек, потому что чаще скалы. Скалы, скалы, каменистый берег, камни, скалы, обрывы. С одной стороны у тебя океанская волна, а с другой стороны у тебя камни. Для купания, для плавания, сочетание, ну, такое. Прям маленько. Волны просто, если там до трех баллов, это об скалы стрёмно. Но стрёмно это пока ты залазишь и пока вылазишь. А плавать в них прикольно. Просто пробовала. Это океан. Ты пробовала плавать в океане? Нет, просто в море. Ну, где волнорезов, естественно, нет. А-а-а-а-а, вот я тоже, я не знал, не понимал разницы, пока не попробовал сам. Океан от моря, вот именно вода и движение воды отличается колоссально. Просто колоссально. Потому что в море я тоже по волнам там прыгал, плавал в чёрном, в Средиземном нормально. Океан, он сильнее. Он тебя сильнее тащит, больше массы воды, больше мощь, и ты не поплаваешь по волнам. Ты рискуешь попасть в обратное течение, и тебя просто в открытую воду утащат. Меня, кстати, раз чуть-чуть утащило. И всё. Есть разница. Это вообще на течение, которое ближе находится. Вот скорее в этом моменте. Нет, просто я вот что на Бали, что на Ланке, где у меня ещё был океан. Где-то ещё был океан. Пытался плавать по волнам. Нет, всё-таки в море и в океане это две очень большие разницы. Это сложно описать словами, без практики, но это разница. Поэтому на Бали, в основном, купаются в бассейнах. Вот есть при отеле бассейн с видом на океаны, в нём купаются. Ну да, вряд ли у меня в ближайшее время будет возможность сравнить с океаном. Как-то в планах нет. Ну серьёзно, вот в теории это сложно. Я тоже не думал, что такая разница, но она есть. А туда ездят в основном за серфингом. Потому что вот как раз из-за больших волн, там райские условия для серфинга. Есть куча карт, куча сайтов, там где левая волна, правая волна. Там куча каких-то... Я писал материал, но я ничего не помню. В общем, есть куча терминов, куча характеристик. Там сторона, с которой волна идёт. Сторона, в которую волна закручивается. Там куча-куча каких-то ТТХ. Честно, не помню. Но чтобы серфить в Бали, это офигенно. Чтобы купаться лучше в Таиланде всё-таки. Так вот, Бали. По предыдущей фотке я тебе могу сказать так, что прям, ну, крайне напоминает те места, в которых примерно я сейчас нахожусь. Вот если захочешь, я тебе потом накидаю фоток из сельской местности в Италии, и ты поржёшь. Верю, верю, потому что Италия субтропики, но не думаю, что это... В Италии есть на каждой крыше граммовая ваджа шива? Честно, насчёт граммов отводов я не обращала внимания. Это не граммов отводов. Это ваджа. Окей, хорошо. Насчёт этих штук я не обращала внимания, но вот черепица прям один в один. Терракотова черепица весьма много. Где она есть? Ну, блин, сейчас десяток стран назову, но прикол ещё Индонезии сейчас в Бали в том, что там очень много ритуальных штук. Там такой ролеплей в реальной жизни. Вот эта штука на крыше – это священное оружие шивы. То есть это не граммов отвод, оно не выполняет никаких практических функций. Это чисто ритуальная штука. Оружие бога шивы. Вот на этом фото, кстати, здесь ваджа на крыше. Да, говори. Я так понимаю, граммов отвода, это вот там между двумя ваджами, да, такая на горизонте. На крыше выше, да. Вот это граммов отвода. Да, да, да. Это граммов отвода. Вот это вот алтарь уличный. Вот тут штука для подношений такого створяшничек. Вот эта пальма – это высушенный центр пальмового листа. Вот это вот. И он тоже что-то символизирует. И каждый флажочек на нем тоже что-то символизирует. И в каждом дворе есть минимум шесть алтарей. Везде на улице есть алтарьи. Везде есть подношения. В общем, Бали – это мега-мега-мега-местическое место, в котором действительно сложно вступить в шаг, чтобы не вляпаться в что-то очень значимое, очень мистическое и очень важное для местных жителей. Такой концентрации всяких ритуальных штук я не видел нигде. Она там просто сошкаливающая. Вопрос по практике. Пользуются ли там гамаками? Не видел. Может и пользуются, но я не наблюдал. Спасибо. В основном в Виндомезе, как и во Вьетнаме, функцию гамака и скамейки выполняют мопед. То есть мопед ставится на подножку, чтобы он стоял ровно, вертикально, и человек на нем лежит на сидушке. Все. Ноги закидываются на руль, спина на сидушку, там под голову какую-нибудь подушечку и лежишь. Я так поняла, что залеживаться в гамаке не даст местная фауна. В смысле? В смысле всякие насекомые. Ничего серьезнее комаров. Комары есть, да, вечером, ночью они появляются. Но опять же, они мелкие. Не скажу, что прям сильно от них страдал. А так все, вот эти все стереотипы про обилие фауны в тропических странах, они как бы пошли откуда? Они пошли от путешественников, которые шарились по джунглям. И я думаю, сейчас если там, посмотрите, что они в джунгле Индонезии, то там будет много фауны. Но в городах откуда? В городах только комары. Так, ты что-то говорил? Да я говорил, что мопед для азиата, это, я так понимаю, друг, товарищ, брат, запасные штаны, там, не знаю, средства передвижения, средства лежания, средства хранения вещей. И вообще такой боевой товарищ а-ля Платва. Да, 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 вот я не помню, по-моему, у меня будут где-то фоточки, как на мопедах переезжают, там, холодильники перевозят, холодильник, телевизор и пять человек на мопеде, на скутере. Нормально. Вращаясь к фауне, могу сказать, сегодня утром наблюдала Скорпиона возле дверей. Окей. Я Скорпиона видел раз в жизни в Крыму. Все. Ритуальные штуки. Вот на этом фото, раз, два, три ритуальные штуки, четыре. То есть алтарь вот с в оранжевом полотенчике, придорожный оберег пальмовый. В общем, на Бали с этим все очень сложно. Чем, кстати, чем очень хорош в Индонезии мопед? Тем, что мопед может отгонять слева. Это прям счастье, потому что с автомобилями там жопа. Ну, в смысле, дороги узкие, две полосы, одна встречка, одна твоя. Машин довольно много. И у меня спрашивают, можно ли перейдеть на Бали и взять в аренду машину. Конечно, можно. Если ты любишь стоять в пробках по 3, 4, 5, 6 часов, то приезжаешь и берешь в аренду автомобиль. Да, пожалуйста, наслаждайся. А вот на мопеде ты можешь просто слева так вжух по этот варчик, и все, никакие пробки не страшны. Это я просто ходил по столице, фоткал здание. Столица ничего интересного себе не представляет. Конечно. Ну, вот так выглядит улица в столице. Столица максимально неочерная. Это я пошел в супермаркет местный, сразу накупил всего экзотического, просто всего, что глаза видели. Вот эта штучка справа, это, кстати, ферментированный рис. Такой себе сыр из ферментированного риса. Странная штука, не зашла. А сыр из риса уже звучит, а еще и ферментированный. Да, это странно. Из разряда, как я когда-то из шапской сыроварни привозила, собственно, сыр в Харьков. Рядом с шапским винзаводом есть такая себе европейская сыроварня. Делают они достаточно прикольные сыры, хорошо, качественно и относительно недорого. Собственно, попали мы туда как-то на дегустацию. Меня страшно впечатлил такой себе норвежский сырочек, который брюност. Я его, естественно, им затарилась и погнала угощать друзей. Ну, сказать, что народу не зашло, это ничего не сказать. Хотя ничего особенного, он очень вкусненький и напоминает, в принципе, соленую карамель. Да ладно, у меня как-то квартирная хозяйка выкинула овечью брынзу, потому что подумала, что она испортилась из-за запаха. Мне было обидно. Тюх, целая ножинка. Знаю, как большой синичный сыров с плесенью, не понимаю и не одобряю. Фу. Так не, о плесени-то речи не идет. Вот, я же говорю, это вот вообще он мягкий, топленый сыр, он реально карамельного цвета, да, и на вкус, вот, вот, вкус у него карамельный, но при этом и сырный. Это очень прикольно, это очень вкусно. Сыр? Сыр? Ну, сыр бывает реально разный, потому что мне когда-то приятен притащил кучу вариантов сыров напопробовать. Ну, парочку мы посчитали вкусным, а остальное просто поняли, что нет. Ну, ладно, это было любопытно один раз. Я, в общем-то, сама не понимаю, сыры с плесенью, в чем их прикол. Возможно, кому-то это и заходит. Не буду спорить. Нет, мне вполне себе заходит. А еще мне заходят острые и вонючие сыры. Вот, это самое, но я знаю... Ребята, давайте мы сейчас не будем превращать в сырную дискуссию, и все. Сыры – это клево. Я спорить не буду. Давайте... Я ограничен во времени. Сырян, что перебил. Просто наша дискуссия начала перерастать чисто разговор о сырах. А может, просто те, кто хочет о сырах, отдельно потом договорятся поговорить о сырах? Отдельно сырный чайчик, да, да, да. Больше чайчиков, больше чайчиков. А может, не успокоиться, да? Все. Вообще, сырный чайчик, да. Так вот, продолжая. В стереотипах, да, есть такой стереотип, что в Бали очень дорогое место. Нет. Вот такой вот номер с деревянной красивой мебелью, с балконом, с завтраком в номер, с бассейном. Ой. Что-то около 600 гривен за ночь. За двоих. Вот это про дорогой Бали. Балкончик со скамеечкой. Там дворик, бассейн. 600 гривен. То есть 20 баксов, грубо говоря. Это в сутки? Да, конечно. Ну, за ночь. Почему ты не листаешься? Секунду. Какие-то глюки с фото. Это в сутки, и это средняя цена за хороший номер в Восточной Азии. Вот 500-600 гривен за 700-800 может сказать уже что-то очень хорошее, а реально очень хорошее. Так, 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 так. Вот. Бассейнчик. Ну, бассейн такой небольшой, но все равно приятно. Банан. Просто банан. Ну, вот так выглядит центр Бали. Местами даже есть пешеходные тротуары, но они абсолютно бесполезные, потому что даже без мопеда никуда. Просто никуда и нет. Кстати, насчет транспорта на Бали есть таксичная мафия. Там работают всякие эти наши уберы, грабы и прочие приложения, но местные бомбилы их очень-очень-очень не любят. По острову везде висят таблички, типа, no Uber, no Grab. И если тебя, ну, тебя как водителя за секунд за тем, что ты таксоришь через приложение, то тебе могут там шины проколоть и прочие веселые штуки сделать. Потому что, если ты вызываешь такси через приложение, цену ставят приложение, и цена эта очень невысокая. А таксисты, которые бомбилы, что называется, они из туристов дерут. Мне рассказывали, недавно была дискуссия в вашем чатике про киевское такси, но вот где-то на уровне киевских такси. А дороже киевских такси я мало где в этом мире видел. Серьезно. Можно подумать, наши харьковские чайки не дерут. Я не знаю. Ты имеешь в виду киевские такси возле сюда вокзала и т.д.? Да. Я просто таксистами услугами не пользуюсь, кроме как через приложение. Поэтому сколько дерут вот эти, которые... Могут быть фантастические. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Я в этом плане диджитализировал. Я слышал страшные истории, да, но сам не сталкивался. Типичный, типичное ворота во двор. Это не храм, это не музей, это просто ворота во двор. Вот как у нас сейчас и сектор ворота во двор. Вот так мы бали ворота во двор. Что это за культура вообще? Это какая-то религия, не религия. Кто они вообще? У них там какая-то дикая помесь индуизма, потому что в Ганеша стоит все, и местных верований, местный какой-то шаманизм, наверное. То есть они обожествляют природу. Главное божество Бали – это вулкан. Вулкан Агунг. Они обожествляют реки, водопады, гор, океан. Океан, кстати, интересный момент. Бали – это остров, да, он в океане. Но балицы сами не плавают. У них нет лодок. Они никогда не были мореплавателями, потому что они боятся океана. Океан – это злое божество. Поэтому они в большую воду не выходят. То есть нация живет на острове, но не плавает. Вот такой вот интересный парадокс. Соответственно, с морепродуктами там очень плохо, потому что их просто никто не ловит. Хотя казалось бы, да, вода с этих сторон. Лови не хочу. А религия, насколько я спрашиваю, общался, религия там была какая-то своя островная. Потом индийцы принесли индуизма, потом китайцы принесли немножко своих верований, и получился такой микс. Вот эта штука в левом верхнем углу – это тоже какая-то религиозная штука. И средняя балийская домохозяйка в день совершает, по-моему, 12 ритуалов. То есть ритуал на рассвете, на благословение там двора и дома, потом ритуал в полдень, ритуал в обед, ритуал вечером. Иногда делает один человек, иногда всей семьей ходит, потому что жил в домах частных, при доме есть двор, во дворе есть алтари, есть алтарь предков, есть семейные алтари, есть алтарь… Ой, сейчас не буду фронтезировать, но, в общем, много алтарей, плюс есть специальные дни, день, чтобы благословлять мопеды. И тогда вот в той улице устраивают все мопеды, на каждой из них кладут подношения специальные, выжигают благовония, прохладят дешевлецы, окурят это все. Потом отдельный день, чтобы доставлять автомобили. Ну, в общем, вы поняли тенденцию, да? А вот это уже храмчик. Делать нечего. Людям есть, но просто это большая часть их культуры, и пали не просто так называется остров богов. Ну, вот изображения на храмах, они ближе всего к индуизму, потому что я видел в Индии на ланге. Символика вот вся. Это ближе к индуизму. Это ворота храма, традиционные расколотые ворота, они символизируют небо и землю. То есть одна створка – это небо, вторая створка – это земля. Вот такие половинчатые ворота, они обязательно у каждого храма. Насчет растительности, кстати, это не потому, что там не убирают, не соскабливают, а просто тропики, влажность, и ты не подметешь два дня, и такое ощущение, что там уже пальмовый лес вырастет. Очень быстро все зарастает, травой, холм, очень быстро. Это сточная канала, просто сточная канала. А, ну и вот эти вот ожерелья из… У нас, по-моему, называются ноготки, да? Оранжевые цветы эти. Календула имеешь. Или календула. Вот оранжевые цветы вот эти. Календула, календула. Календула. Вот эти ожерелья из календула, это из индуизма пришло. Они там тоже везде. А, копи-лювак. Слышали про такое? Конечно. Конечно. Даже твой пост помню. Для тех, кто не слышал, это есть такие животитки-люваки. Они, по-моему, к лисицам близкие. К тангустам. К тангустам. Хорошо. И они жрут сырые зерна кофе. Зерна кофе у них в организме полуперевариваются, ферментируются. Они их потом... Потом эти зерна из них выходят естественным путем. Зерна отмываются, сушатся, жарятся, из них делается кофе. Самый дорогой кофе в мире. Я... Дорогой, но я лично, например, не настолько рисковая. Он вкусный. Вот я его пил неоднократно. Он действительно вкусный, такой с кислинкой оригинальной. Но не настолько вкусный, чтобы его прям постоянно покупать. В этом плане вьетнамский кофе мой фаворит. Этот интересный. И там просто есть фермы этих люваков, где их кормят кофе. Сцеживают из них конечный продукт. И если не хочешь покупать чашку, чашку, пачку кофе, ты просто едешь на эту ферму и там в стоимость экскурсии входит сам копий левак и еще 16 сортов чая дегустация. И вот чай мне понравился больше. Желтые арбузы. Не знаю, как вы, а я до Индонезии желтых арбузов не видел. Но ничего, как ты не видела уже. В прошлом году точно видела. Я вот до 17-го года в Украине не видел, но это не отменяет того, что они могут где-то быть. Храмы, 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 храмы. Куры, куры. Тоже одна из фишек Бали это петушинные бои. Они типа как бы вроде не совсем законные, но кому это мешает? Я первое время фоткал наверное каждый алтарь, каждое подношение, потому что была такая дикая экзотика. Алтари, алтари. Что нужно сделать, если рядом с тобой в больнице производят свои ритуалы? Ну там типа поместить, чтобы не быть мурлом. Да ничего. Главное не наступать в подношение, которое на земле оставляют, потому что на земле сейчас вот такие штуки вот под алтарем оставляют. Это плетеная такая крызиночка из пальмового листа. В ней там цветочек, печенька, конфетка, какая-нибудь там жменька риса, благовония. Это просто подношение, которое без какой-то особой цели в любой день, в любое время оставляют на улице духом. Просто ты хочешь задобрить духов, вставляешься с моей корзинкой. И они там на каждом шагу. Вот на них наступать не стоит. Никто тебя ногами за это бить не будет, но косо посмотрят. А так вот я жил на Бали, и если какой-то большой ритуал на весь город или семейный, то гостей часто зовут поучаствовать. Ты белый турист, тебе выдают юбочку в саронг, ноги прикрыть выдают специальную там бандану ритуальную, не помню, как называется. И ты, вот мы так ходили, ритуал начала сезона дождей был. Обходили всю деревню по кругу, там с бубнами, с флагами, с чучерками, с лобинами. Ну, было очень весело. Просто сказали, у нас ритуал, пойдемте с нами, пойдемте, все, ты просто идешь в процессе и идешь. Когда говорят, остановитесь, останавливаешься, там организуется кружочек, там жрицы что-то свое камлают, по камлали, по воскуривали благовония, пошли дальше. А фото каких-нибудь больших ритуалов нету? Есть, есть. Будет, все будет. Я попал на несколько сразу событий, интересно, я попал на начало сезона дождей, и я попал на издрежение вулкана. Причем, как это было? Сижу и работаю, никого не трогаю. Тут мне пишут в Селегу, нет, трекет-то не было, в Фейсбуке запишут родители, что, а, беда, беда, капец, капец, у вас там вулкан извергается. Я такой, шо, где? Такой вулкан, в смысле? Вышел из дома, посмотрел, действительно, там что-то вдали дымит. Прикол в том, что на Бали, ну и в Индонезии, в Тихоокеанском окненое кольцо, там постоянно что-то извергается. Там издрежение вулкана, это наследь спешал, это происходит там каждый месяц, а то и каждую неделю. И это совсем никак в кино, это не столбь плава до неба, никакие там уничтоженные города, это просто, ну, дымит гора. Дымит. Ладно. Я когда про издрежение узнал, я наоборот говорю, так, Фран, давай на мопед, поедем, поедем поближе, пофоткаем. И мы поехали к самому вулкану, к ближайшей горе, которая возле него, чтобы фоточки красивые сделать. Там будут эти фоточки, но я вам скажу, ну, не так эффектно, в кино вообще не так эффектно. И там даже никого не эвакуируют, никто не уезжает. Местные жители, которые на склоне этого вулкана живут, они себе пашут поля и пашут. то есть это обычное, совершенно обычное явление. Но, когда извергается вулкан, тоже по всем городам, ну, городам, хорошо, город там один, по всем населенным пунктам перекрывают центр, перекрывают перекрестки, где храмы, и проводят храмовые ритуалы для успокоения вулкана. А это в местной йога-студии асаны, йоги, кто интересуется, много интересного. Похоже на письменность. Есть такое дело. Это до ковида. Это за три года до ковида. Нет, просто в Азии было принято носить маски еще до того, как это стало мейнстримом. Потому что, во-первых, на мопеде очень тяжело без маски, особенно если интенсивный трафик, если ты в городе едешь, выхлопные газы до неба просто стоят. Во-вторых, просто, чтобы там насморь не подхватить. Азиаты, они маски носили задолго до всех этих ковидов. Реально задолго. Это обычная штука в любом магазине. какой-то ящик. Я не знаю, кто это, какой-то ящик. Храмы, храмы, храмы. Есть на том же Бали есть отдельный поселок, где почти все жители занимаются тем, что вырезают из камня вот эти вот штуки храмовые. там есть поселок работников по дереву, вот вудкарвинг, а есть поселок работников по камню. Ты через него едешь, там вдоль дороги товар выставляют, все вот эти статуи, мелкие, средние, большие, и все село тупо работает как-то каменотесами. Ну вот улицы, типичные улицы, как видите, пешеходных разделений не то чтобы особо есть. Вообще, да, индонезийская, скажем так, культовая архитектура, она вот в массовом сознании, мне кажется, ассоциируется с некой такой монументальностью, тяжеловесностью. И в связи с этим у меня достаточно интересный вопрос есть, ведь это сейсмоопасный регион, и там в большинстве остальных культур, которые там есть, там наоборот дерево, всякие легенькие штуки, которые если что-то никого особо ничем не придавят, а эти решили пойти, я так понимаю, по правопротивоположному пути, сделать настолько монументально, чтобы этому камню никакого землетрясения не было. Да, не страшно. Да, да, ну землетрясения там тоже, они в среднем не очень сильные, то есть там два с половиной, три балла. Я даже в какой-то момент поставил приложение, которое оповещало, вы видите, тревога, да, оповещалось в мультурсениях и показывало, сколько баллов. Два, два и пять, два и семь, то есть ты чувствуешь какую-то дрожь земли небольшую, но ничего там со стола не падает, стекла не разбиваются, здания не рушатся, но в первый раз было стрёмно, потом приводит. Нет, на самом деле больше по этой архитектуре заметила, вот по вот этой храмовой, что вроде бы как бы и большое нагромождение мелких деталей, и при этом оно не выглядит кричаще, а выглядит вполне себе органично. Ну, да, в отличие от индийцев, индийцы не раскрашивают всё в максимально кислотные цвета, вот подношение, да, обязательный элемент подношения сигаретка. Что с этим всем потом делают? А? Что с этим всем потом делают? Ничего, в мусор. То есть, оно снова... То есть, берёшь еду, берёшь сигареты, делаешь подношение, а потом выбрасываешь. Именно так. Да, так и работает. Прикольно. Вот еду, там печеньки, конфетки съедают насекомые, съедают муравьи. А насчёт сигарет, кстати, если есть сигарета, то это подношение злым духом, добрым духом. Без сигарет, злым с сигаретой. Я не знаю, почему так сложилось, но есть такое. А зачем злым добрым духом делать? Наверное, потому что, по верованиям местных, злые духи курят. Чтобы злые духи быстрее умерли от рака лёгких и перестали существовать. Какой вариант. Вот такие, вот такие штуки, они на каждом шагу. Они действительно на каждом шагу. Нет, я просто про другое хотела спросить. Я понимаю, зачем делать подношение добрым духом. А злым зачем делать подношение? Перебьются, блин. Чтобы не трогали. Чтобы не пакостили. Как рэкет, да. Ты делаешь подношение злому духу в кожаной куртке, чтобы он твой ларёк не трогал. Ну, типа того, да, на самом деле. А всякая сувенирка, 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 она везде, плюс-минус, одинаковая. Хотя вот черепа очень клёвые. Фоткал. Это ради черепов с узорами вырезанными. Это очень крутое. Храмы, 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 храмы. Хануман. Бог обезьян. Воздушные змеи, как и много девайсов, очень любят и делают максимально какие-то хитозамороченные. И это действительно летает. Это вот я двор фоткал. Это просто двор дома. Это я мопед брал в прокат ты фоткал дворик. Сувенирка на любой вкус, кошелек и размер. Что у них с языком, письменностью и всем остальным вот этим? Язык у них малазийский. В Индонезии официальный кастартный язык это бахаса, которую взяли даже не короче один в один взяли из малазийского языка. В Малайзии бахаса и в Индонезии бахаса. Это один и тот же язык. Абсолютно идентичный. Там у племен на отдельных островах есть языки. Какие-то местные официальные языки. в Индонезии малазийский. Так сложилось исторически. Я так понимаю, это одна из тех стран, чьих административных границ не существовало бы, если бы не колонизация, судя по всему, да? Да, причем у них тоже есть свой ЛДНР, западная часть Папуа, Новая Гвинея. Там у них сепаратистский регион, который хочет отделиться и заявляет своей автономией, а Индонезия ему не дает и держит войска на рейтинге на своборничение. Ну, короче, все как у людей. Таких историй в мире. Кто у них в качестве рашки? Вроде никого. Китай туда в себя не заходит. Китай в Малайзию заходит, которая северная, а Индонезия не трогает. У них там свои терки с Гвинеей, а какого-то брата большого света по-моему нет. Ну, по крайней мере, я не слышал. Но есть спорные территории. Это не просто понравилась фигура, это Гаруда. Это вариация на тему Гаруда индуистского. И распальцовочка рукон-роллах. Это просто в доме. Я рот. Храмы. Писненность латиница. Латиница, поэтому в принципе я некоторые слова выучил и воспринимал их на глаз. Читал. Центральная улица. Самая широкая. А такое все уютное, такое камерное. Гребаные мартышки. Гребаные просто мартышки. Там рядом с улицей есть маленький форест. То есть полупарк, ползаповедник, в котором живет какая-то большая популяция каких-то относительно редких макак. И поэтому по улице заповедника ехать довольно рисково. Во-первых, ты рискуешь наехать на хвост какой-нибудь макаке. Во-вторых, когда они периодически выползают на гоп-стоп, то они могут с тебя очки солнечные сорвать, сумочку, если она блестящая, прямо на ходу сорвать и убежать в леса. Мобилку из рук выхватить и убежать в леса. В общем, я не люблю обезьян. Типичная гопота. В общем, чувствую тебя в оболоне. Там на заднем фоне этот манки форест и из него выбегают группировки и гопают туристов. Вот сам этот форест. это парк в городе. И мне кажется, даже по фоткам видно, насколько там влажно. Джунгли, джунгли. Счение именно такое. Все. очень клевая скульптура. Как живой. И вот они, вот они. Красножелтые подгонки. Ну и вот, письменность. Читается так, как выглядит, то есть нет никаких заморочек по типу, как вьетнамском или французском. Если есть желание, язык выучить можно. И там, насколько я знаю, нет родов, нет склонений. Есть нюансы по поводу форм уважения в японском. К старшему, к младшему, к монаху, простому смертному. но больше никаких особо нюансов нет. Махтышки. Украинском есть формы уважения. Просто мы их автоматически не пользуем. Что ты нечего, да. Ну, как минимум, обращение на ты или на вы, обращение по имени и отчеству и прочие вот эти вот вещи, которые, что, например, как общаешься с друзьями, как общаешься с начальством по работе, к примеру, это будут две большие разницы. Поэтому мы просто используем в быту форму уважения, но мы уже этого просто не замечаем. Резонно. А это дождь пошел. Я как раз первый раз прилетел в сезон дождей. И местами было очень весело. Это все... То есть я так понимаю, отсутствие дренажной канализации это общая азиатская традиция, да? Да. Да. В большинстве мест, да. Ну, понимаешь, тропические ливни тебя не слышно? Не, хотела сказать, что это бесполезная вещь и судя по какой там уровень воды. Просто тропические ливни это штука очень интенсивная. То есть за единицу времени с ней попадает очень большое количество воды, очень большой объем. поэтому дренажка не есть. Их даже при мне прочищали, потому что плавают же там пальмовые листья, тараканы вот эти вот полметровые, всякие такие штуки. Дренажки забиваются, их, по-моему, после каждого дождя очистят. Но настолько большие объемы воды за маленькие. Какая пауна теперь про трехметровых тараканов. Но они в дома не залазят, они у тебя под ногами не бегают. Да, когда дождь, они иногда всплывают. У нас в Курино-Разации, поверь мне, тоже очень много чего живет. Очень много чего. А с этого я просто орал. на самом деле это эднезийское слово ибо пишется вот так. В центре города я каждый раз Пима ездил, ладался, настроение поднимал. Да, еще, как видно, место очень зеленое, очень-очень зеленое. Это в городе, это не где-то за городом, это прям в городе. Ты съезжаешь с одной из центральных улиц, съезжаешь, спускаешься под мостик и там вот такое. Здесь растительность мега буйная. А вот это, если кто-то смотрел «Ешмарис люби» с Джулией Робертс, вот она по этой дорожке каталась на велосипеде. Никто походу не смотрел. Ладно. Это, чтобы вы понимали, это единственное прогулочное место вот на весь Умут, то есть на весь центральный городок. Чтобы погулять ногами, не на мопеде, а ногами реально. Странный белый, ты хочешь походить, то ты едешь, едешь вот сюда, паркуешься, и там уже есть там пару километров, чтобы прям походить не на колесах, а ногами. вау. Это часть этого парка, который ты показывал таки, да? Говорю, это часть того парка, который ты показывал несколько минут назад? Не-не-не, это не обезьянник, это другой. Ну, там же тоже можно гулять? Да, но за вход нужно платить. А если ты хочешь бесплатно погулять? Ага. Манки Форест это платная локация, чтобы обезьянок было за что кормить. А если ты хочешь бесплатно погулять, то иди отсюда, не мешай дядям работать. Ну, и такое бывает, да. Кокосы. Я вот... Извиняюсь. Не, ну, судя по тому, что ты рассказывал, я так поняла, что обезьяны сами не дураки найти, чтобы им покушать. Тоже верно. Хорошо, чтобы было, чтобы кушать смотрителем парка. Кассиром, уборщиком. Это уже пригородные локации. Ну, и рисовые поля. Рисовые поля штука нереально красивая, причем они в каждый сезон они разного цвета. То есть, молодой рис, он бледно-зеленый, ярко-зеленый, потом, когда он подсыхает, он желтенький. Потом, когда урожай собирают, тупо такие и зеркальные квадраты, потому что водой это все заливается. Очень красивое зрелище. Рис. Вот на Бали стереотип про то, что в основном еда это рис, он полностью оправдан, потому что, да, основная еда это рис. Рисовая лапша, рисовые чипсы и жареный рис. Рис, какие-то кусты. Вот, прогулочная зона. Что примечательно, одни туристы. Местные не дураки пешком гулять. Ну, красивые фоточки получаются. Не в плане Индонезии, а вообще вот в той части Азии, в которой мопед это неотъемлемый атрибут человека разумного. Электрические вариации, в том числе всякие там самокатики наши, которые у нас много где не используются. Нет, 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 это европейская фишка. Восток, Азия, нет. мопед, 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 мотоцикл. Я думаю просто, что для электромопеда нужна относительно ровная дорога, потому что у него колеса небольшие. Мопеды только электрические. Сейчас я тебе покажу дороги. С дорогами там все в порядке. Электромопедов в отдельных локациях есть, есть просто локации, в которых нельзя ничего, кроме электромопедов. Такие заповедники под охраной Невинной А так бензина в основном. О, я рассказывал про дегустацию чайков, там где кофе-лювак, дегустация чая. А вот тут я начинаю очень громко облизываться. Сколько вариантов. Да, некоторые из них вполне хорошие. Рисовые поля. Рисовые поля можно фоткнуть конечно. Некоторые из них кофе. шоколад. А некоторые шоколад. Да. А как мне капать клюву весь стол? Вот лювак. Животин, который жрет кофе и срет кофе. Не, какая милая штучка. Воняет. Что ж оно такое замученное. На вивера похоже. Вот это мне выдали виртуальный вопрос. На кого похоже? Вивера есть такие зверьки. Ну и целое семейство их. что-нибудь из этого семейства назови более известное, потому что я лично не слышал. пару минут я на гуглю. Это Куницына. Скажешь, в общем. Это ритуальная шапка. Это как раз когда звали на ритуал, дали ритуальную шапку. Сказали пойдем с нами. Народ сначала собирается в храме. собирается там тусит, обменивается сплетнями, анекдоты травит, не знаю, в инстаграмчик фоткает. В этом плане все люди люди везде. Типичное собрание местных храмов. Ну и потом выносят флаги, выносят фигуры баронги называется. и шествием от музычку и переставления понеслась со всякими подношениями, штуками красивыми на головах. Зонт как один из атрибутов буддийских ритуалов. Вот. Есть восемь основных атрибутов. И один из них это зонт. Тут они из буддизма взяли. баронги. И пошли, пошли, пошли. тут телефон у меня уже плохо брал в темноте, тут были какие-то очередные камлания. Виночки что-то запивали, потом мужчины что-то запивали, потом все вместе что-то запивали и шли дальше. Очень интересно, да ничего не понятно. ритуальное облачение. Да, и рисик священный на лоб. Это в конце как благословение. вот так ты гуляешь на Бали. На прогулку вышел. храмы-храмы, храмы-храмы. Мне очень понравилась форма острова. Ничего напоминает. А целеустремленную уточку. Нет, а мне напоминает самого зверька. Собственно, в процессе производства кофе. А мне напоминает карту украины. А мне напоминает форму Украины. Вот. Вот внизу Крим. Там просто так остров характерно стоял. Базар. Рынок открывается с рассветом. То есть если ты на Бали куда-то едешь, то нужно учитывать, что часа в 4 утра ты рискуешь попасть в пробку, потому что рынок потому что до рассвета пока еще не жарко приезжают местные фермеры и продают свой товар. И закрывается рынок часов всем уже закрывается. И жарко приходить пораньше, потому что первый покупатель это как это выразить? Короче, первый покупатель приносит удачу. задел на дальнейший выночный день. Поэтому если у данного продавца первый покупатель, то тебе скидочка и благословение. Благословение и скидочка. Торговаться можно и нужно. А благословение работает-то хоть? Не знаю. Мне сложно ответить такое просто, потому что ты когда от приславления получил, у тебя иконка над головой какая-нибудь появилась, что-нибудь засияло, я не знаю. Это в ушах зазвенело. У нас работает. А в это в смысле в семь утра уже все закрывается? Да, да, да. Фермерский рынок, он до начала рабочего дня. То есть фермеры сначала распродают, а потом на работу нужно. открывается ну вот где-то в четыре часа утра самый пик обычно самый движ, в восемь уже никого нету, в восемь уже только выбираются. Ну, рынок спят. А? Да, они спят. Смотри, там же около экватора зона, поэтому девя ночи инакро по длине темнеет часов в семь вечера. часов девять вечера народ уже ложится спать. Девять уже ночи. Просто рано ложатся и рано встают. Дневной ритм, режим привязан к световому дню. Вот и все. Рынок ароматы. Это, кстати, продуктовый рынок, а это рынок всяких храмовых штук, храмовые цветы, подношения, гирлянды. Для этого отдельные ряды есть, хозряды. Да, это тот случай у тебя сейчас, когда фотографии пахнут через интернет. Дожди. А это я в СПА ходил. Леса. Паля. Кстати, интересно, ирригационную систему для этих полей, насколько я читал, прокладывали где-то четыре тысячи лет назад. Выкатывали каналы. Там же как там было? Там же на острове Ява была одна из древнейших мировых империй, Яванская империя. За того года Иисуса, за того года Рождества Христова там была мощная и сильная империя, которая расползлась на Гвинею, на нынешний Таиланд, на Камбоджи. Потом там где Камбоджи появилась Кхмерская империя и подавила Яванскую. Потом там где сейчас Таиланд возникла Сиамская империя и вынесла кхмеров. Там тот еще котел был бурлящий. Храмы, 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 храмы. Это храм, но это храмовая территория. А вот этот черный это трава. сухая трава, которая чем-то пропитывается, смолой, наверное, не знаю, и из нее делаются такие вот крыши. Тоже количество этих крыш что-то означает, форма этих пага что-то означает, но я в какой-то момент понял, что я птичка, мне такое сложно, что моего мозга просто не хватит на лезть этот бешеный символизм, поэтому я не буду даже пытаться. То есть я знаю, что нельзя делать, куда не стоит лезть, куда и когда не стоит заходить, но полностью в это все вникать, мне кажется, жизни не хватит. Я люблю лишнюю информацию, но иногда я бываю слишком много. О, баронг. Это театральный. С этой штукой в театре танцуют. Там внизу ножки видно. Вот. Театральный костюм. храмы, храмы, храмы. Больше храмов богу храмов. О, кстати, перемога. Вот так вот. Чаек и тут внезапно. Да, травяной чай. Ну, типа те места, которые славятся чаями, и тут внезапно украинский чаями. Ну, они славятся чаями, которые просто чай. Обычный черный чай. А это травяные сборы. Допустим, та же календула. И календула там растет. Там что-то есть, что в этих краях вообще не растет. Тмин, не тмин. Ну, что-то вообще есть, какие-то уникальные штуки. А это театр. Народный. Тоже очень красиво, но ничего непонятно. Это из той же серии, что в Индии много жестов, которые что-то означают, много движений глазами, которые что-то означают, все что-то означает. Ты не очень улыбаешься, что это все означает, но смотреть приятно. Да, программку с синапсисом происходящего тоже дают. В общем, ничего не понятно, но очень интересно. Да, там дают программку, как в опере, где описано, что происходит. Вот, например, танец воина, выходит парень и делает страшные движения глазами, реально очень страшные, воинственные. Хотя они там все делают глазами интересные. Он танцует хорошо, придраться нечем. Танцует интересно, красочно, красиво. Музыка, правда, специфическая, потому что музыка в основном ударная и щипковая, то есть она как китайская, она очень пронзительная, очень много высоких нот и громких ударов. Слух немножко, в ушах потом немножко гудит. Это как будто волынку не слышно. Я не люблю волынку. Я не фанат, простите. Я тут недавно впервые услышала шарманку, лучше бы я это не слышала. Шарманка точнее вот так кстати рис собирается. собирается потом на одеялках той дороги сушится пару недель, потом промывается и можно использовать. Рисовые поля, рисовые поля. Но это не просто рисовые поля, это одна из туристических локаций, поэтому периодически на дорожках встречаются чекпоинты, где местные такие плати за проход. И в какой-то степени это имеет смысл, потому что шаришься людям, работать мешаешь, компенсируй. Вот, извержение вулкана. Там подожди туда пёрли на эту гору. Вот, извергается вулкан. Всё. Храм вроде извергается. Это первый день извержения, это самое мощное извержение, в смысле пиковый момент всего этого действия. Можно поделать красивое фото. Дымит. Ну, и тут же местные что-то ритуалы. И вулкан дымит. чёрный пляж. То есть, это не вечер, это не отсветы, это реально чёрный песок. Почему? Потому что вулканический. Это реально песок? Я думала, это просто вода так отбрежет. Это песок. Это песок. Вообще нереально красиво. Это вулканический чёрный песок. Ну, вот в этой части пляжа он уже перемешан с обычным жёлтым, поэтому такой грязненький получается. Местами он прям угольно-чёрный. Ённо. Вот тут с прожилками жёлтого и тут чёрный. Да. Новогодняя ёлка Бали Эдишн. пляжи, 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 храмы, 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 и у меня снова не хочет дальше остаться фотографии. Сейчас, 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 сейчас. И Бали почти закончился, ё-моё. О! О! Нет, пока ещё не О. Вру. Угу, угу, угу. О! В общем, сказка какая. Попёрлись мы как-то в один из дней на озеро Братан. Есть такое озеро, называется Братан. Озеро очень красивое. Так, трансляция. Угу, угу, угу. Вот, озеро очень красивое, вокруг него горы. Два момента. Во-первых, в этих горах растёт клубника. Там достаточно прохладно, и там огромные теплицы и плантации с клубникой. Я не думал, что в тех краях растёт клубника. Но там поднимаешься вверх в горы, и её дофига, она дешёвая. И найти на Бале клубник, в принципе, в тропиках и в Азии клубника, это редкий звёк. Редкий и довольно дорогой. Вот в тех краях её много, и это было прекрасно. Это моё любимое место на Бале. Мне кажется, самое красивое место на всём острове. Вот храм на фоне гор, на фоне туч. А это местная школьница. Призван фото. Один раз это мило, два раза это мило, три раза это мило, а вот раз так на десятый. Я так понимала, что там дамы ходят с длинным рукавом по тому же принципу, как практически везде в Азии, чтобы не загорать. Помимо всего прочего, Индонезия, ещё раз, это мусульманская страна. Поэтому длинный рукав, как и хиджаб, это обязательный элемент одежды. Ну и да, чтобы не сгорать. Такед, ты что-то говорил? Прием, прием. Нет, нормально, это у меня просто тут ещё дополнительный товарищ ещё здесь сериал. Нет, просто Такеда что-то говорил, как обычно все начали говорить одновременно и сполчали одновременно. Я хотел спросить, если ты говорил, что на Бали конкретно ислам не очень распространён, но школьницы почему-то в хиджабах? Потому что это группы с Явы, это яванские школьницы. Это на какой-то праздник экскурсионные автобусы привозят с больших островов, в основном с Явы, потому что Ява самый густонаселённый на Яве столица привозят экскурсии. И это нам повезло, это была маленькая экскурсия, а как нам не повезло на большие экскурсии, об этом будет отдельная сказка. Это яванские школьницы у нас стало в какой-то момент мемом, просто локальный мемасик яванские школьницы. Яванцы, они, кстати, даже выглядят немножко по-другому. Балийцы, там отдельный, не знаю, отдельный этнос, немножко другой развес глаз, темнее кожа, немножко другие, чем яванцы. Кстати, интересно, на Бали, вот если что-то постучается, какой-то криминал, кого-то сумочку украли, там, на Биллу, то это все яванцы, это все яванцы, мы, болицы, так и делаем. Если в храме нет воды, значит, выпили яванцы, да? Да, 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 когда-то случается, это все яванцы, понаехали, гастарбайтеры со своей явы, да, есть такое. Сначала говорился, сказал, в храме, наверное, наверное, потому, что много вот это озеро Братан, Бератан, качельки над обрывом, над водой, над озером, это обязательная штука, тоже есть везде. Озеро красивое, но на обратном пути святого озера, ну, кстати, знаменитые ворота, которые, на самом деле, не храмовые, это просто въезд на территорию отеля, но это самые знаменитые инстаграмные ворота на Бали. Так вот, заехали, вот эту локацию, это заброшенный отель, отель призрак, про него там был выпуск Морлей и Решки, как я потом узнал, не то, чтобы их смотрел, но потом мне сказали. Место с банальной историей, какой-то местный олигарх решил построить отель, начал строить, бабло закончилось, на него там подали в суд за распил, он просто скрылся, а недостройка осталась. Но место криповенькое. Блин, это слово, ну, криповенькое еще тем, что, покажи предыдущую фотку, ну, которая была на начале, нет, еще предыдущую, вот тут вот дерево, вот оно мне четко напоминает мужика с усами и с шевелюрой, которая слева. Не, ну, можно, наверное. Понял, окей. оно криповое тем, что капец заросшее, при том, что заброшенное, оно заброшенное, ну, пару-тройку лет на тот момент было, но просто настолько буйная растительность, что за два-три года оно вот так все заросло. А отель должен был быть очень крутой, судя по масштабу помещения, мраморный пол, все дела, должен был быть очень крутой отель, но, но упс, коррупция такая штука. А тут были одесситы, это не я писал. Нет, я по нему так полазил на основательном, а потом попал в аварию. Вот, говорили мне, не лазь в проклятые места без благословения, но нет. А в аварию попал совершенно по-дурацки, попытался подрезать, обогнать слева. Никогда так не делайте при левостороннем движении. Потому что поворотниками там пользуются далеко не все, я думал, все равно человек прямо едет от него слева еще. Места свободного дофига, а обгоню-ка я. Ну, отделался легким испугом, сожженными коленками, пару сантиметров не долетел до кактуса. Вот реально, пару сантиметров не долетел до кактуса. Иначе было бы... Вот это реально повезло, что не долетел. Да, ну и заплатил за ремонт. Там треснула пластиковая штука на переде жиночки, которая в меня врезалась. Но так как я обгонял из той страны, получается, по ПДД виноват я, я ей там заплатил баксов 30, по-моему, заплатил за ремонт пластика на мобиле. Вот после этого и бегай. Короче, вот за это русских туристов и не любят. А вы видите написание ЛНР справа, да? Да-да-да. О, к нам присоединилась Мэп. Мэп, ты как чувствовала? Мы тут про проклятые места рассказывали, разговаривали. Я вот только хотела написать, что фига себе попало. Да, специально для тебя это заброшенный отель, который отель с приведениями, проклятый отель, ля-ля-ля. Заброшка. А это уже шоколад. Кстати, на Бали офигенный шоколад. Нет. Я не люблю ночевать в подобных местах. Нет. Поля. Это тоже, кстати, рисовое поле, просто после того их выдали ножей. А еще туда, куда убирают рис, туда прилетают стаи цепль. Они там, видимо, каких-то червячков жут. Вот очень милое фото, мне понравилось. Видите веренечку? А утки какие-то? Это самые простые утки. Они просто такой цепочкой между полей шли, и это было очень мило. Я их нафоткал. Это в любой непрятной ситуации я катаюсь по полям. Так успокаивает. Просто когда какие-то настроения плохое было, зарплату задерживали, еще какая-то фигня, я просто садился на обед и ехал куда-нибудь просто в поля. Дороги отличные, трафик не интенсивный, да, ты просто 30-40 минут в час катишься, можешь в наушничках с музычкой, можешь просто ветер слушать. Так успокаивает. Просто какое бы у тебя говно ни происходило, ты часик по полям покатался. Блин, мне так этого в Харькове не хватало. Кто бы только знал. вообще в Украине хватает полей. Да, ты знаешь, я бывал в полях той же Хмельничины, Тернопольщины, но, во-первых, качество дорог оставляет желать лучшего, особенно на Хмельничине, сильно лучшего, во-вторых, мопеды у нас не особо в чьи, короче, не та атмосфера. Вот это классическое открыточное фото. Белый песочек, синяя водичка. Не рисовый. Самый фотогеничный пляж Бали, вход платный. Ты еще по Херсонче не попробуй на мопеде. Пожалуй, воздержусь. Я просто катался, катался, катался. Дорога. Тупо дорога. Чистый. А? Ага. Тоже вход во двор. Типичный балийский дворик. Алтарчик стоит. Мопеды стоят. Мы там жили в этом гестхаусе. Было несколько домиков и жила пара парень и девушка. Парень откуда-то из Европы. Девушка то ли из Воронежа, то ли из Омска, откуда-то оттуда. И вот она большую часть дня занималась тем, что готовила. Вот парень с утра берет тоск. нет, на всякий случай сильно извиняюсь, наверное, все-таки отвалюсь, потому что только клаканье и зависание. Очень-очень хорошо посидеть. Ну, запись будет. Давай. Вот. И парень с утра брал доску для серфинга, вешал на мопед и уматывал на пляж серфить, а девушка больше честь дня готовила, супы, борщи варила, варенье закатывала. Я этого феномена так и не понял. Зачем? У тебя копеечная еда, мы манго жрать не могли, потому что манго как яблок. Они там как раз сезон был, они под ногами валялись. Там на рынок поехал тоже за копейки, купил каких-нибудь фруктов, фруктов, фруктов. Человек имеет право на невинное хобби. Имеет. Она просто к зиме готовилась, заготовки делала. Возможно. Я не понимаю, я не понимаю, когда ты на отдыхе, вот именно на отдыхе, там у тебя неделя-два месяца с отпуска, ты тратишь большую часть времени на готовку. Вот не понимаю. Может, почему нравится готовить? Ну, просто нравится. Не только на час. Да, может быть. вот это наш домик. Шамячий инстинкт у человека, ну, что вы хотите. Кстати, о яблоках. У меня есть небольшая история. Мы, когда в девятнадцатом году ездили на море, естественно, в Одесскую область, так как у меня там свекрой живет, и в шабо, соответственно, стоит пустая трехкомнатная квартира. Муж в тот раз по мной не смог поехать, я взяла кума с его малой. В общем, приехали первый день никуда, естественно, не дергались, отдыхали, пошли на местный рыночек. Накупили персиков, а ездим мы в августе, то есть персики любых размеров, форм, цветов, степени зрелости, ну, короче, понятно, и, соответственно, они копеечные. А потом пришли домой со всем этим, короче, кум рассказывает, говорит, стою, смотрю, втыкаю на яблоки по 25 гривен за кило, не, ну, что-то дорого. Не, ну, с другой стороны, детям надо витамины, да не, ну, дорого. Хлоп на персике рядом по 15, да нахрен, яблоки. В общем, у нас с тех пор случился мем, нахрен яблоки. Понимаю. Если не видели, как растут манго, то вот так. Так растут манго. Познакомьтесь. А это ю-ю. Инстаграмные фоточки, инстаграмные фоточки. Что это за цветок? Очень такой мерный. Франджипани. Я не запомню. Спасибо, что сказал. Франджипани, они просто там везде. Кстати, очень клево пахнут. А вот это вот было веземное. Насколько знаю, это именно их инстаграмные девушки очень любят себе там волосы вставлять, когда там фоткаются и так далее. Да, да, да. Это именно оно. А вот эта архитектура мне прям напомнила о родине. И не то, чтобы это было приятное и светлое наслаждение. Да, только что-то так совком повеяло. А, скажи, да? Это подозревает этому пару тысяч лет, да? Нет, заброшка, недостройка. Встроили торговые ряды, рыбок, и что-то не срослось. Ну вот тут совочкам, да, так верить. У кого-то ассоциация фу, совок, а у кого-то о, прикольно, по заброшкам таким лазили. Я, у меня нет цензурных комментариев на эту тему. Одна из немногих лагун, где можно купаться. Здесь большинство компаний в свое время крепко таки пролазило по харьковским заброшкам. Что ж, муравьи. На фото вы видите муравьев. Опять из отсутствующей фауны, в которой только комары. Я поняла. Смотри, есть пару недель весной в конце сезона дождей, когда начинается сезон летучих муравьев. И вот это реально жесть. Они летят на свет. Если ты едешь на мопеде с включенными фарами, то ты будешь хорошо кушать белочек либо отплевываться. Две недели в году эта штука есть, когда они окрыляются. На людей не бросаются? На людей не бросаются? Они чисто на свет летают. Вокруг фонарей такие тушки летают. На веранду на свет летят. У них сезон окрыления. Если бы я был энтмологом, я бы грамотнее сказал, только что видел. И вот пару неделек они летают. Я за все пять раз напал один раз попал на это явление. Зато у геконов такой просто пир. У геконов шведский стол. Видно, на потолке сидят, и они там просто обжираются от души на год вперед. А там светлячки есть? Потому что я знаю, что в принципе в Азии водятся. Цикады. А, не, я не про цикады, я про светлячков, которые ночью. светлячки есть, 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 есть. Водятся. На побережье есть два типа знаков. От цунами бежать туда, от извержения вулкана бежать в противоположную сторону. Ты реально едешь, у тебя значок от цунами туда, от вулкана туда. А если это выстрел поврежденно? А, все. Ложиться на землю и молиться. Джакузи. Офигенно. Просто ты валяешься в джакузи и океан. Огонь. Кстати, стоит это все тоже такие много чумнобары стоят 10 баксов за пару часов. Небольшие деньги, очень небольшие деньги. Есть стереотип, что все это дико дорого. Нет. Вообще нет. Ну, просто мартышка на крыше. Еще мартышка на крыше. Море, 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 мартышки. Прям не по-русски круч. Мартышки и кукурузка. Мартышки закатые. О! На этом Бали заканчивается и начинается Индонезия. Или нет? Нет. Это второй подход на Бали. Сейчас я пролистаю, потому что... А, вот так продается там бензин. Это обозначает. Это старая самих газировок. Понятно. Что такое? Есть пертомакс, есть пертомини, есть бензин. Пертомакс это высокооктановое топливо, пертомини это низкооктановое топливо, а бензин это что-то среднее. Папа, ты лучше в этом разбираешься? Какой у нас высокооктановое? 98-й, да? 100-й, 95-й, наверное, 76-й. Это мини-который. Ну вот где-то так. Синенькая это высокооктановое, красненькая, желтенькая это. Но это все бензин. И зачем вот эти колбочки? Он из бака закачивается в колбочку, а на колбочке маркировка по цене. И вот на сколько денег это понятно, настолько и закачивается в бак. Бензин в среднем где-то доллар за литр по всей Азии. Плюс-минус. Сувенирка, храмы. А тут видно, что у меня телефон поменялся, да? На этих вуточках. Вот так проходило большинство будних дней. Салак. Он же снэйкфрут. Он же змейный фрукт. Почему змейный, думаю, понятно. На что похож? По вкусу на орехи. Счищается кожула, а там внутри такие зубчики, как чеснок, а по вкусу корейх. Орех у меня. Это дрэгонфрут. Выглядит клево, на вкус зеленая клубника. Недоспелая. Но выглядит клево. Вот такое внутри. А, да, я такое как же съел. Есть нюанс. Если такое много кушаешь, потом у тебя жидкости, которые выходят из организма естественным путем, они такого же цвета. Первый раз это было неожиданно. Краситель, который не переваривается. Нет, свекла может давать похожий эффект. Свекла, да. есть такое. А еще Барри славится натуральной косметикой. И это натуральная косметика. Там всякие шампуньки, мыльца, бальзамы для луп, кондиционеры. Все очень дешево, его очень много и все супер, супер, супер натуральное. Гель для тела, шампунь и еще гель для тела. не парковаться. Азиатская законослушность, картинка один. Правила созданы для того, чтобы, да. Я так понял, что там тоже действуют правила, если нельзя, но очень хочется, значит можно. Типа состав масла для тела, составчик как, мне понравилось. База аюридическое масло, алоэ вера, пчелиный воск, масло какао, родниковая вода, конопляное масло, розовая, подожди, сивид, сивид, я не помню, что это, и розовая. Водоросли. Какие это водоросли? Угу. Спасибо. Это напоминает, я когда-то прочитала на одном масле, там эфирном, написано, аромат с покусой, читаю состав, окей, соблазнительно, покупаю, просто потому, что состав понравился. Ну, а тут просто все натуральное, просто максимально натуральное. Мыло. Кокосовое масло, вода, ну, тут вот содиум, гидроксид и глицерин, но без них просто мыло не будет, без них оно мылится, не будет. Много, очень много всего с активированным бамбуковым углем. Это последний писк в здоровых эко-штуках. Людям от обычного активированного угля отличается только дешевизное производство, да? Ну, и тем, что делается из бамбука. Несмотря в какой местности выращено. В смысле, в Африке углерод. Бамбук, конечно, быстро растет, но и как все быстро растущие деревья и прочая фигня, очень сильно высасывает почву. Я знаю, еще авокадо этим очень грешит. Тоже высасывает. это, кстати, трава. Бамбук, да? Как и банан. Рисовая. Я имела в виду, что это просто, в принципе, ну, высасывает почву и в ней мало полезных веществ остается. Там уже без разницы, кто это, трава, дерево. Понял. Смешной эдонезийский язык. Ну, да. вот, день освещения мопедов. Выглядит так. Выглядит так, будто два мопеда хавают. Хорошо, да. Строили. Борщ. Ну, хорошо, хоть без буквы Та в конце, как обычно. Кстати, очень годный борщ и кафешку. Идиар, это дорого или нет? 55 тысяч эдонезийских рупий, сейчас я тебе скажу по курсу. Я просто нынешний курс не знаю. Гривен 100 по-дому. Это по сравнению к остальной еде, типа супу, это дорого или нет? По остальным там. Да, суп 20, 25, 30. Не, ну, это так. Приехать туда и есть там дорогой борщ, это как-то слишком. Знаешь, вот для меня это тоже, для меня это не очень понятно, но есть люди, которые за границей не очень едят местную кухню, а за границей тоскуют по родине, по родной кухне, по борщу, по дегтярному мылу, простите. пиццы из буфина. Раз в несколько месяцев соскучиться по борщу, я думаю, это нормально. Ну, это держит девочка из Киева, в Бали, ушам, кафе называется, там очень хороший борщ и очень хорошие чебуреки, а на наши деньги это 112 гривен, то есть это в два раза больше, чем среднее блюдо. Называется найди в украинской кафешке больше 100 гривен. Я не помню, когда последний раз в украинской кафешке больше, поэтому я не знаю, это дорого, дешево. Ну, по состоянию на текущий момент 120-150 гривен это в среднем цена любого блюда вообще пить, если это не забегаловка, а именно нормальный вообще пить. Понял тебя, но я говорю, в Бали дешевое место. Из приколов, что мне попадались как раз недавно, я борщ-то в принципе не сильно люблю, но вот недавно готовила, просто потому, что меня хозяева попросили, им интересно было попробовать. И как? Вот, а мне неудобно использовать. Понравилось? Ели, еще и даже добавки просили. Хорошо, это продолжает тему освещения мопедов. Извини, перебил. Я спорю, что предлагают повторить просто как-нибудь. Клево, продвигаешь национальную кухню, это круто. Поля, 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 поля. Вот эти ирригационные каналы 4000-летней давности. Копали, кстати, китайцы. Нормально, работает, не трогает, так сказать. Да. А есть там что-то, что-то по-лине китайцы. Есть, есть. О, пожалуйста, не срывайте рис на сувениры. Это самые большие рисовые террасы на Бали. Безумно фотогеничные. Как практически все на Бали. А это рисовый чай. прорисовая террасы снова платные. Да, конечно. Там символическая денежка за вход, но она есть, да. Но ты, когда в таком месте платишь за вход, за въезд, ты, как минимум, получаешь бесплатную парковку в любой точке. А так парковка платная. А так бесплатная. вот этими террасами оно чисто из особенностей рельефа или есть какой-то другой смысл так выращивать? Вот тут я тебе ничего не скажу. Я не аграрий, но я думаю, что истерист во всем мире растет на террасах. Давай. Это оправдано некоторыми вещами. Первое, это состав почвы. Если у них сильные дожди, то с террасированных делянок не так сильно смывается почва. А второе, они таким образом могут регулировать воду и запасать ее потом для рисовых полей. То есть она на горизонтальных поверхностях задерживается, направляется определенной путой. Понял. Хорошо. Но это да, это имеет свой свой технологии, надежные как часы. Водяные. Чай из жареного риса. На вкус как чай из жареного риса. на любителя. Как что? Как веник в столовой, знаешь, заварочный такой. А, ну, я думаю, что-то мне напоминает. Да, вкус школьной столовки. Точно. Рисовые террасы в начале высадки риса. я не застал, оно еще когда не высадили рис, чисто вода и с определенного ракурса такие поля зеркал. храмы, 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 Сложное в выращивании культуры то на самом деле получается. Рис? Не знаю. Ну, если сравнивать с какой-нибудь пшеницей, овсом и прочим, там посеял и оно себе растет, а тут столько мороки. Ну, возможно, в тех краях пшеница овес просто хуже приживаются. Самые поля есть и в Украине, если кто не знал. Да? Нет, не знал. Да, Одесская область, и он, кстати, идет весь на экспорт. Угу. Теперь Ларисовые чеки. Ага. У них еще рыбу выращивают параллельно. А, вот такой в Азии есть, да. Чего в воде зря пропадать? Это показания еще очень-то снимал, ничего особенного. Ворота. Это вид почти с любой террасы почти любого кафе. А это что там за такой крошечный арбуз интересный был? Это гуава. Ага. Вот, просто вообще интересная такая. Это гуава, она, насколько я знаю, близкая к яблоку и на вкус похожа на яблоко, и на вид похожа на яблоко, но вкуснее и косточки любие. Нет, просто я покупала тайский сок из розовой гуавы, он у него был такой интересный вкус, но яблоко не похожий. Ну, она бывает разная, гуава тоже, а как и яблоки бывают разных видов, есть менее, есть более. Парковка для собак. Ой, а это, сейчас дальше будет, это хоронили какого-то военного, какой-то генерал известный геназийский умер, но это не именно его похороны, а процессия в честь его похорон. И там на весь город движуха была. Втащили эту статую символизирующую, очевидно, военную мощь. Всякие даже подношения, там оркестр с барабанами, с бубнами, движуха знатная. У них это проходит по принципу хоронили тещу, порвали три баяна. Да, да, и был казус. Одна блогерка записала очень зажигательное видео, когда танцует под такую громкую музыку и процессию какую-то, а потом оказалось, что на фоне похорон танцевала. Был немножко скандальчик. А вообще да, по такому принципу, да. Там ребятки идут, провода поднимают, чтобы провода не позбивать с этой. этой. Кстати, плакарщиц, плакарщиков я там не особо видел. Народ не то, чтобы, даже на обычных похоронах, народ не то, чтобы с скорбными лицами видел. По-моему, там в культуре тоже, как и в других многих культурах, не принято скорбить покойнику, а наоборот следует вспоминать все хорошее и радоваться, что человек в лучшее перерождение пошел. Там тоже концепция перерождений. Но тоже хотела спросить, что может быть у них тоже действует концепция перерождения, что... Она действует. Так, я тебя перебил, извини. Нет, я именно это и хотела спросить, Ну да, там очень много из индуизма. Из индуизма и буддизма, потому что буддизм тоже вырос из индуизма. Вот это храмовый служитель веничком святой водой всех окропляет. Вот такая движуха. Так, это уже было. Ну, всякий максимально выпендрежный декорейшн, это тоже фишка Бали, каждая кафешка старается ну как-нибудь выпендриться, ну хоть как-нибудь. если вы не знали, как растет он у нас, Выложите ли меня в инстаграм, да? Да, да, вот так растет он у нас. Лично я думал, что он растет в земле, а он растет вот так, в кусте. Я так раньше думала. Блин, я использовал масштабирование и у меня снова перестали ша. А, нет, это просто, это просто, 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 просто закончился. Почти закончился. Почти. Почти закончился Бали. О женском труде в Индонезии. Это асфальт. В смысле, это горячий асфальт? Не, не, вот именно, как это называется, ну это, короче, засыпают в ямы, потом заливают смолой. Какая-то асфальтоподобная штука для латания дорог. да, на голове. Как таскают железные тазики с горячим асфальтом на голове, я тоже видел. это дуриан. Это просто дуриан. статуи на трепёсках. Вот такое они внутри. Это просто статуи на трепёсках. Забыл, как зовут, Арджуна. Вот это из индуизма. надпись увидели, да? Практически тёзку встретил. На Бахасе это золото. Там ещё есть, я в другом городе фоткал, Самарбанк. Золото на местном. А вот рисовые поля без риса. Облака в них обалденно красиво отражаются. Знаете, почему? Знаете про феномен Маши и Медведя в исламских странах? Я, да. У неё голова в косынке и платье длинное. Поэтому её в исламских странах показывать можно. Можно, и это очень популярный персонаж в исламском мире, потому что, да, потому что у неё платьюшко похоже на хиджаб. И поэтому очень популярная штука в исламских странах. Это самая высокая статуя в мире Вишна Верховная Горудия. Но её не достроили, когда я там был. Вход к ней стоит каких-то неислишных негуманных денег, поэтому я не пошёл. Но она большая. Да, её видно из любого конца острова, из полёта видно. Почти, а разве самая высокая это не тот чувак из Индии? Шива, который в Гагане? Нет, 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 нет. Там какого-то политика увековечили. А, уже да. Да, уже да. В Японии есть какой-то Будда совсем громадный тоже. В Китае. если загуглить топ самых высоких статуи, то там, по-моему, из десяти пять самых высоких они в Китае. Вот в Индии, да, какого-то политика увековечили, по-моему, позапрошлом году, если не ошибаюсь. Ну, короче, этот рейтинг стенд меняется. А это народные танцы. Храмовые. Очень клёвые. Тоже Саурон театр, то есть полуголые мужики вокруг качаются из стороны в сторону и что-то очень такое трансовое, шаманское напевают. А актёры испражают эпизоды из путешествия на Запад. То есть Хануман, бемоны какие-то, Хануман их побеждает, вот белая обезьяна Хануман. Всё очень драйвелов. Поворотом лазит. Криповенько смотрится. И потом его сжигают. ещё это всё было на закате и под дождём. Как раз ливень пошёл. Эффект полного погружения. да, это всякие ёжные-ёжные штуки. Криповая штука. Это просто стрит-арт. Но он стрёмный. ну да, опять я. Ну да, опять я. игрался. Была такая текстовая игрушка арда на фоне чёрного экрана. Чисто текстовые команды, ты текстом вливаешь, и тебе на команду пишется текстом не игрался. А, играл. Здорово. И там нужно было слогиниться, нужно было какой-то... У меня бывший муж ещё в Фидо был. Возможно, мы даже знакомы. Так вот, и... А скорее всего он тоже из Хоббитки. Ну, тогда скорее всего, да. И просто нужно было придумать какой-то ник для того, чтобы слогиниться. И товарищ придумал, пусть букв СМР. Всё. Рандомные наборы букв абсолютно. Всё. Нет никакого значения, объяснения. Нужно было как-то залогиниться. А вот, кстати, там что-то было про дороги. Дороги в Индонезии и на Бали хорошие. И вот по этой дорожке она в одну сторону, разделенная полоса по центру. и я на этой дорожке разгонялся до ста с копейками километров в час на мопеде. Причём не на каком-то современном, а на стареньком скупике. Это было очень круто, но очень стрёмно. Очень-очень-очень. Будто ты на табуреточке, на маленькой такой тарахтящей железной табуреточке куда-то летишь в космос. И ты понимаешь, что какая-нибудь там кочечка, камушек и жопа тебе. Но это было весело. Дороги вообще без претензий. Дороги очень хорошие. Шоколадная фабрика. Кто-то мне эта шляпа натошает. Антуражненько. Антуражненько. А это местная звезда гусь Агус или Агус или Агус в общем звезда местных инстаграмов. Это гусь хозяина. Он там постоянно живет. С ним фоткаются. Те, кого он не кусает. Гусь очень зараза. Гусь в принципе птица достаточно агрессивная. Хотя умная и не глупее собак. не знаю насчет умных. Валя, а вот индюков терпеть не могу. У меня травма с детства с индюками связанная. Они тоже касаются? они очень больно клюются. Понял. Видите штуку? Эта штука означает, что во дворе свадьба. Ух ты. вот вот вверху мужское женское лицо и это свадебные ворота. Если видишь такую штуку, значит в доме гуляют. плево. Плево. Ты понимаешь, да. Вот это Джакарта. Огромный, 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 огромный мегаполис. Очень контрастный. Ну, как и вся дикая нищая Азия, контраст скорее в сторону хай-тека, потому что я там попытался на первый автобус сесть с наличкой, а мне сказали в смысле нет, нельзя, ставь приложеньку, сканируй приложеньку, какая наличка, о чем ты, нельзя, так пришлось пешком гулять. Вот так выглядит автобусная остановка на Яве. Она с кондерами, потому что жарко, и крытая, потому что жарко. Под автобус отдельная выделенная линия по центру дороги. Разумно. Да. Сымар, а где ты был, ты писал в каком-то храме, кажется, ну, что там несколько какое-то время пожить? Это в Таиланде, доисутеп. Да. А это палестинские беженцы. Внезапно в Индонезии много палестинских беженцев. Не знаю почему. Ну, там тепло. Да, тепло, но просто не близко, но вот есть такое. может быть, там была какая-то программа, что самолетами забирали местных мусульман. Возможно, возможно. О, центр, центр столицы Индонезии. Да, Маша, которую раз мы видим. У нее уже волосы видно, это же не кошель. Наверное, скидка на иностранцев, не знаю. Вот, монумент, угадайте, чему, независимостью. Автовокзал в Джакарте. Мы туда приперлись, типа, а где можно билет купить? Для нас такие в смысле, у вас что, интернета нет? У вас что, приложения нет? В смысле билет купить в кассе? Вы о чем вообще? Странные белые. Максимально все диджитализировано, просто максимально. Да, я сейчас смотрю контраст с цивилизованной Европой, где тебе могут выписать чек. Бумажный, от руки. Такую штуку первый раз в жизни держала. Что ж, ну, Европа во многих планах более старомодная, более олдскульная. Почему? Потому что гораздо проще с нуля что-то построить новое, высокотехнологичное, чем обновить старое. Поэтому Европа по многим параметрам отстает от той же Азии, потому что в Азии это все делается с нуля, на ровном месте, и это сделать проще, чем модернизировать уже имеющиеся с тема. Ну, автовокзальчик, место для каворкинга. Вот ты покупаешь билет, вот здесь сканируешь QR-код со смартфона, или на экране там вводишь его номер, код, и тебе печатается гретик. Это уже перед посадкой в поезд. Столичные виды, столичные виды, столичные виды. Мегаполис, как мегаполис. Да, в этой кафешке столовался Харрисон Форд. А я думала, там будет антураж в стиле звездных войн. Нет, там абсолютно типичный антураж, азиатский, просто там кушал Форд. Я тоже думала, что именно стилизация будет по звездным войне самого заведения. Нет. Ну вот заведение. Ну да, потому что в азиатской стране по татуин стилизация вообще бы шикарно смотрелась. Скорее в арабской стране. Один из феноменов Индонезии почему-то вдоль дорог часто продают огромные надувные игрушки. Не знаю, зачем и почему. Просто не знаю. У меня первый вопрос возник, это кто и зачем их покупает? Не знаю. Просто не знаю. Но есть только в азиатской покупают вдоль дорог. Это ремонт, но за ремонтом там главная мечеть. И угадайте архитекторы из какой страны ее проектировали. Вот так с трех раз. СССР из Союза. Похоже на городскую администрацию какую-нибудь в СССР. Да, есть такое. Но, ты знаешь, в тех краях это считается одной из самых оригинальных мечетей достопримечательностей. Ну да, они у нас просто не были. Да, да, да. Насколько там вообще жестко с исламом? Вы с какими-то неудобствами встречались именно вот? Отношения там туристов и так далее. Нет, это ж не арабский мир, то есть туристкам желательно носить что-нибудь длинное, чтобы ноги закрывать и крылодыжки, ну и плечи, а так даже платок на голову не нужно. Индонезия, умеренные, такие более. Умеренные, да. Так вот-то какой южный овень. Ага, это в центральном парке есть такой мини-зоопарк с оленями. Снова ЖД-кассы. Центр, город, локзайчик. Вот поезд, просто обычный поезд, мы не брали ни какой-то первый класс, ни бизнес, просто взяли обычный второй класс. Похоже на Интерсити. Да. В Индонезии на Яве очень хорошо с поездами, они очень комфортные, дешевые, быстрые, Wi-Fi есть, кондер есть, очень хорошо. Мне очень понравилось. Я всю Яву проехал именно на поездах, с этим там прекрасно. В принципе в той же Польше нам пришлось достаточно фактически пересечь всю Польшу на поезде с пересадками. То есть там в целом вот такие поезда, они все. То есть грубо говоря, фактически это такая себе пригородная электричка по всей стране. Верю. А это вулканы. Это мы поехали в ту часть Явы, где вулканы и вулканы и вулканы на вулканах. Как вы видите по одежде, в поездах холодно. Очень холодно. Диционер, я так поняла, стоит и комфортная температура. Холодно это плюс 20, да? Нет, холодно это плюс 5, плюс 10. Холодно. Я просто помню, как ты возмущался тем, что в Египте холодно. Ну да, потому что я прилетел, там было плюс 15, плюс 10, а ночью до нуля. Я летел в жаркий Египет. В стереотипный жаркий Египет. Это, я просто фоткал улицу, это городок Джокьякарта, он считается культурной столицей Индонезии. То есть Джокьякарта это деловая столица, это бизнес-центр, высотки, понты, а Джокья это историческое наследие, голландские форты, храмы, в целом очень приятный городок. Куда не ступи, везде в какой-нибудь херитаж ступишь. На тему гамаков кто спрашивал? Ну там какой-то фестиваль был культурный. Лида. кофейерка. Очень-очень-очень-очень развитая кофейная культура, очень-очень. Это путеводители по кофейнам. Причем это брошюрка женщины в сфере кофе, равенства, ну там до них дошли тренды мировые насчет равенства, толерантности и вот этого всего. А еще отжег я город стрит-арта. Там очень много очень крутых граффити. Очень много. и там это не запрещается, то есть не считается ландаризмом, наоборот это поощряется. Барахолка. Просто винтажная барахолка. Блин, как там все купить, а потом телепортировать тебе домой. А зачем телепортировать? При каждом таком магазине есть отделение почтовой службы, ты покупаешь, оформляешь, называешь адрес и тебе служба типа DHL того же доставляет потом самолетом или кораблем. Ну я вот смотрю на люстру, которая там висит, вот эта черно-белая, и понимаю, что в принципе она может целые так и не доехать. Слушай, я у нас такие люстры видел. Ну я у нас видела, но только достаточно редко, потому что за ними охотиться надо все равно. Понял. Мечеть. это я просто улицы фоткал. Это интересный дизайн. Просто стена, на которую просто прикрепили двери и окна. Ничего функционального, но хороший фон для фоточки. стрик-карт. Это просто граффити. Это все просто граффити. Там просто местные художники отрываются как могут. Пакетик из разлагаемого материала, то есть его потом в стаканчик теплой воды кидаешь и он распадается. Ну или в земле за 6 месяцев. Офтоп, я тут решил посмотреть на карту про места, о которых ты рассказываешь и обнаружил, что Бали-то на самом деле не где-то вообще там в океане находится, там на отшибе Индонезии, а прям вот такое ощущение, что с его западного конца до восточного конца следующего острова можно вплавь просто доплыть, а он там довольно большой. Полчаса на парамет. Ну вот. Так что да. Там тут цепочка остров. Да, то есть Бали-то просто, я так понимаю, один из самых восточных. Самый туристический. Самый туристический. А, ну там дальше еще какой-то, ну в общем. Слушай, блин, с этой Индонезией не поймешь. Куча островов, причем некоторые острова поделены между двумя разными странами, но некоторые острова наоборот. Два острова, а страна одна, и там такое хрен поймешь, где чье. Да, есть например остров Калимонтан, он же Барнео, там три страны, Малайзия, Индонезия и Бруней. Причем Бруней такой малюсенькая какая-то хрень. Одна из самых богатых стран в мире. Малюсенькая такая. Не, ну Сингапур тоже малюсенькая хрень, одна из самых богатых стран в мире, так что. Ну да, и Катар, и сосед Катара забыл. Катар, этот самый Аравийский полуостров. Катар, нет, Катар это остров. Катар это отдельный островочек. Это где? На северо-востоке Аравийского полуострова. Нет, почему островочек? Это полуостровочек, я бы сказал. Полуостров, да? Да, это полуостров рядом с Эмиратами. Угу, да-да-да. А это водный дворец. То есть, это очередной султан держал гарем, и он был такой избритательный товарищ, поэтому он для гарема сделал не просто дворец, а дворец с бассейнами, то есть вот бассейны, а по бокам вот там вот башенки такие, комнатки за решеткой и откуда султан мог сидеть там на топчанчике из окошка и наблюдать за купаниями. Короче, захреначил нехилый такой аквапарк. Ну да, там султан знал толку. Да, султан был аюрист такой, да? Вот, такой сидишь и наблюдаешь. А это очень клевый район, это район называется, сейчас, была названец, забыл. Было, 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 было на стене. Это подземная мечеть. Вот у нее вход. И под землей, наполовину под землей молель, молель лизал. Заброшки, заброшки, райончик, блин, где-то было. вот, компэнг, сайбер. В чем прикол? Джек Якарта, помимо всего прочего, это Рогена Батика, роспись такая по ткани, клевая. И многие мастера там жили, занимались росписью по ткани, все дела, а потом случилось внецезение очень масштабное, очень-очень масштабное, раз в столетие такие бывают, и город сильно порушился. Для того, чтобы восстановить экономику и дать людям возможность зарабатывать, создали такой компэнг сайбер, что сделали. На средство от Сукерберга и еще ряд народов не только дома восстановили, но и в каждый дом купили компьютер и подвели интернет, чтобы местные мастера могли продавать свои там сари, рубашки, тканюшки не только в родном городе и стране, но и по всему миру. Вот такая история. Аджакьякарта это что? Город по второй причине город Индонезия. Стрит-арт. Стрит-арт. Творец. Это я просто лампед фоткал. У тебя опять окно длинное, кстати. Так лучше? Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. А по вечерам начинается такой Лас-Вегас, потому что много таких машинок, они чистые туристические. И ночью они вот везде по контуру они светятся ярким неоном. И очень громкая музыка там играет. ездят такие громкие, яркие штуки по улице. Вот кибер-деревня это ясная. Народное творчество запечатлело интернетизацию поселка. Компьютер где-то родом из 90-х откуда-то судя по всему на предыдущем кадре. А художник так видит. Бабушки сидящие в фейсбуке это прекрасно. Ужим. Будочка полиции. Когда как. Иногда бабушки сидящие в фейсбуке это ужасно. Султанский дворец. Самый унылый дворец, который я видел в этой жизни. просто пустые павильоны и кое-где на стенах фотографии Султана, его семьи, его автомобиля, его родственников. Унылое унырище. Родственников его автомобиля. Да, да, да. Огромный двор, там огромные пустые павильоны. Вот мое лицо как бы выражает весь спектр эмоций после посещения. А это специально сделано, чтобы туристы один раз пришли и больше туда приходить не захотелось, чтобы толком не шастали. Там туристы в основном местные внутренние иностранцы все на Бали валят. тут прям масштабненько. Ага. Очень много всяких галерей, галереи фотографий, картины, галереи. Джек Як-Арта это в том числе такой бизнес-канал Харькова. Там очень много универов, очень много студентов, соответственно, очень развитые всякие молодежные движения. Это просто сезонная выставка была. А, это вот так ты стоишь на светофоре. Это у нас свободненько. Вулканическая соль. Вот. Я обещаю. Внизу отдельно отмечена не морская соль. Да, 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 да. Не путать. Вот это я обещал про экскурсии, да. Справа видите, да. И они стоят и ждут. И стоят и ждут нас. Это Барабудур, это очень крутая локация. Это огромный храм, который оригинальная филиктура, сейчас я покажу, но мы туда приехали на выходной и в тот день, когда там были какие-то массовые экскурсии из каких-то отдаленных частей Индонезии, каких-то островков. То есть многие из детишек там белого человека никогда в жизни не видели. И это был звездец. Это реально был звездец, потому что призван фото, призван фото на каждом шагу. Просто на каждом шагу тебе вот так вот тянутся, тянутся руками и можно сфоткаться, можно с тобой сфоткаться, а храм в виде пирамиды, то есть там по спирали поднимаешься вверх, нужно пройти дофига и никак ты от этого не спрячешься. Просто никак это лан фото, блин. Мы оттуда уже потом чуть ли не бегством спасались, потому что настолько это задолбало, это поражение личной границы. Это вот еще до того, когда пришли школьники. храм это по факту такой огромный каменный комикс, то есть там на стенах жизненописание Будды, его в нирваму, его ученики. Если раздраться это все, ты просто начинаешь снизу и поднимаешься кверху и читаешь по картинкам историю. Я так поняла, что в принципе во многих восточных странах понятие личной границы оно как бы не что как бы вызывает вопросы на счет того, к кому ближе на самом деле славянские страны, как Европе или Казии? Смотря не, слушай, на Балканах, на Балканах и вот Италия и восточная Европа там тоже тактильный контакт скажем так в моде. Не, ну одно дело тактильный контакт, другое дело именно вопрос уважения, то есть ты будешь к чужому человеку приставать просто так, понимаешь, что у него есть какие-то свои там поним... не знаю, что он может быть не хочет, чтобы ты к нему лезть всякими вопросами. У меня вообще ощущение, что чем севернее, тем лучше у народов с личными традициями. По крайней мере по Европе. Но это так, это чисто мои довольства. Будды, 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 Будда без головы, Будда с головой, комиксы, школьники, комиксы. Много фото меня. Ага, 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 халяльная мороженка. А чего не должно быть в халяльной мороженке? Не знаю, не знаю, не скажу. Или это как вода без ГМО? Возможно, там должна быть просто в халяльной мороженке. Все. Возможно, там не должно быть яичной составляющей, потому что, насколько я помню, в рецептуре мороженого есть яичная составляющая, вот, ну и молоко, там, сливки, то есть это по вот этим вот халяльным законам может конфликтироваться. Возможно. Возможно. Это кашрут запрещает смешивать яйца и мясо, по-моему. Да, молочное и мясное. Молочное и мясное, да, а халяль, там исключительно не должно быть свинины, если я правильно помню. Ну, надо вспомнить. Короче, в основном, в основном это касается мяса. Ну, насколько я встречала, правда, про кашрут, что там еще имеет значение, что специализированный повар готовил по специализированному рецепту. Короче, одобрено, то есть, не только... Одобрено в Донецке. Без шуток. У нас центр кашарной продукции был в Донецке. Такие вещи, например, что мусульман нельзя готовить вообще ничего, на той же сковороде, на которой готовилась свинина. У идеев то же самое. Так, в принципе, нельзя готовить. Это просто старый райончик. Да, да, губернатор Петровской области, так, немножечко в политоту скачусь, уже пообещал хоронить погибших в Украине кадыровцев зашитыми в свинные шкуры. Это новость две ретли недели, то есть, это уже баянище дичайший. Да, просто к слову пришлось. Это уже, по-моему, опровергли десять раз, но что-то такое полегало. Это больше мем, чем. У нас последнее время баянам становится то, что утром обсуждалось. птичьей рынок. Птичьей рынок. Птичьей рынок. Это не было, не было, да? Да, это мне было скучно, я фрам оставил в кофейне, он такое не очень любит, нашел на карте зоомаркет, думаю, скатаюсь. Не зря. Сыплятки. Правильно, их раскрасили? Не-не-не-не-не, это делается как? Это в яйцо, вот за несколько, там, по-моему, дней до вылупления через шприц вводится пищевой краситель. И цыпленок вылупляется уже такой цветной, и пока у него не перья, пока у него пух, он вот такой вот цветной. Когда у него пух вылезает, начинаются перья, это превращается в нормальную, там, курицу или птица. Вот. Очень популярная для детей. детям покупают играться. А куда потом этих курей? Продают обратно мясо? Не-не-не, а потом просто держат как курей. Там просто из-за того, что там и мусульмане, и индуисты, что-то не единственное мясо, это курятина. Поэтому курей много. Нет, я просто вспомнила, как на Западной Украине, на Винницкой области в моем детстве тоже, и потом в Закарпатье я еще относительно недавно встречала тот факт, что если ты хочешь купить на базаре курицу, тебе ее продадут только живую, целую. То есть клювом с перьями, вот эту вот всю кудактущую. А как ее разделывать, это уже твои проблемы. Берешь, делаешь, я понял, да. Клювак. Ну, это если ты умеешь, это как бы зарезать животинку как-то вот не всякий городской житель это может. Я уж не говорю о том, чтобы ощупать, очистить, обмолить. Не всякий, даже деревенский житель это сможет. У меня мама, допустим, человек деревенский, при этом, когда я приезжаю к ней в гости, курей режу я. Почему бы и да. Ящерки. Какая прелесть. Солушки. А, вы когда-нибудь видели сов подростков? Сейчас покажу, это такая крепота. А, это ржачно. Это, блин, это ж дремно. Вот. Страшно. Офигенно. Это сов, у которого пух уже начал вылазить, а перья еще не выросли. То есть, они подростки. Можно вопрос, вот в какую цель там продают сов? Потому что, вроде бы, как в неволе их содержать, ну так себе идея. Не спрашивал. А это очень-очень-очень дорогой черный петух. Они там 200 баксов за штучку, 300 баксов за штучку, потому что они для особых, больших ритуалов они считаются очень редкими, очень священными. У них там даже яйца черные, если не ошибаюсь. А, это тот, у которого даже внутренность черная? Да, да, да. Да, да, да. Это вон. Ящики. Вот это вот милота. Рыбов показывают. Да. А, конечно, на фразе петух, у которого черные яйца, я немного удивился, ну ладно. Я просто думала про черные яйца, он, когда отымел курочку, то она несет черные яйца. Только не каждую курочку, а курочку его же породы. Ну, да, то есть вот. Классическая фраза торговым агентам вход запрещен. Короче, репорт про это. Ну, да. Что вы делаете в здание ЦРУ? Вы агент? Да, Ари Флейм. Сейчас, у меня опять неполадки в самом интересном месте. Тринч, 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 тринч. Это я в кино хотел. Насчет кино, но в каждой стране тоже есть свои особенности. В Таиланде перед сеансом играет гимн. Играют гимн, все встают, там просто очень любят свою королю. А в Индонезии перед фильмом было где-то десяток трейлеров, из которых девять это ужастики, причем какие-то мега кровавые, мега стрёмные, на местной мифологии основаны, какие-то зубастые, клыкастые, кровища рекой, там, кишки, кровь, дети бегающие по потолку с головой на выбор от назад. То есть вот она какая современная индонезийская культура. Я так понимаю, я там очень люблю жанр кино. Я думала, ведь в донезий в кино лучше не ходить, потому что я убегу еще на этапе просмотра киножурнала. Ты знаешь, даже я вот большой любитель жанра, я очень люблю японские ужастики, в частности, но даже мне на четвертом, пятом трейлере стало не по себе. Я хотел задать вопрос, типа, а что у них сейчас с молодежной культурой происходит, ну, смотря с поп-культурой местной, что я, ну, как бы это, скажем так, мой, если хочешь, культурологический интерес, мне нравится исследовать, как в какой стране проявляется именно современная культура. Ну, вот то, что я наблюдал по стрит-арту, по картинам, по комиксам, по клипам, у них там очень-очень любят всякую крепотцу демоническую. В современных версиях вот очень любят. Я ж наблюдал всякие протестные там, ротскерные, рэперные штуки, да, и все очень любят всякую демоническую тематику. Не знаю, почему. Опять они шутки. Так, а это у меня зависло, что я вижу только всю ту же картинку, там, где стоп. не знаю. У меня все хорошо. Я вижу черных курей. Я тоже вижу черных курей. А сейчас вижу каких-то клеток. Так, я, наверное, перезайду тогда. Угу. Вот тот самый батик знаменитый. Добрый вечер. Или батик? По-моему, таки батик. Наверное, батик. Просто какой-то парад был. Парад с дети с флагами. этой рубашкой себе купил. Поезд опять. Ну, это репишка, но небольшое расстояние. Причем кондишн в нем почему-то висит бытовой. Чтобы наверняка. поработка сама себя не сделает. И вот это мы перлись, 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 перлись на вулкан. Это вулкан внутри вулкана, внутри вулкана. То есть там был огромный мега-вулкан, который, собственно, когда бахнул в Индонезию, на острова и раздрелилась. И та часть мира, в принципе, на острова раздрелилась. Потом там внутри него был поменьше вулкан, который бахнул уже просто локально ничего не раздрелилось. И сейчас внутри второго вулкана растет третий вулкан активный, действующий. Рассвет над вулканом. Очень холодно. Очень холодно. Очень-очень-очень холодно. Офигевшим лицам не видно. Рассветик. Еще рассвет. Вот туман он в кратере вулкана. Сам небольшого. Потом ты спускаешься, туман рассеивается, спускаешься вниз и тебя везут к нынешнему вулкану по вот такой вот кальдера. Это называется кальдера и это все пуль. Это мелкая, серая пыль. Пырище там стоит капец. Учитывая то, что на конях там гоняют. Туман отступает. Вулкан. Вулкан. Так выглядит вулкан. Плесенька на вулкан. Подношение для вулкана. Ну вот, кратер и подношение. Там дымит. Ну там обезьяна какая-то что ли? Или не гоня нет конечно. Можно прогуляться по кратеру, можно пофаткать с кратера, можно шуспать кратер снова. Народ что-то подносит что-то вулкан. Разверкуха всевозможная. Конь и джипы вулкан. Вулкан. Пылюка. Конь и пылюка. Вулкан, 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 вулкан. Ихли. Сюда. А это мы спускались уже в следующий вулкан. Уже вниз в кратер ночью. Если ночью топлешься и спускаешься ночью для чего? Для того, чтобы увидеть вот это. это горит метан. То есть вкрат из-под земли выход метана разгорается и таких мест всего два в мире. Первая и вторая где-то по-моему в Арктике. Выглядит вживую калючичную фото. А что там по запаху и в принципе возможности дышать нормально? Пиздец. Примерно вот так. Фрам глаза закрыла, потому что она их не могла открыть еще пару часов. Потому что серо. Потому что серное испарение. То есть в респираторах еще норм плюс-минус, но мы знали про респираторы, но никто не писал про необходимость очков. В следующий раз буду знать. А мужики местные так просто сейчас будет как они там серу копают. Спуск вниз. Ну вот дышишь, дышишь вот так. Ну еще бы на глазки что-нибудь. Сера. А потом куртка серой воняла пару месяцев. Ну да, спускаться в кратер нельзя, серное испарение. Угу. Угу. А вот местные просто просто ковыряют лобом серу и тягают ее в корзинках. Я не буду говорить, что они не очень долго живут, да. Так так все плохо с экономикой, что ли, что местные не очень долго живут, но все равно копают серу на продажу? Вот я не знаю. Мне кажется, тут еще дело в привычке, то есть дело поколений, и многие не хотят переквалифицировать с ним что-то более современное и безопасное, типа там отельного дела, а вот деды копали и мы копаем. Сейчас часто бывает так, что просто семейное дело, зачем к чему-то новому учиться, если вот прадед серу копал, дед серу копал, я буду сел копать. Прадед 40 лет прожил, где фиг мне жить дольше. Знаешь, мне тут дарилось поработать на почте России, причем внедряя новые технологии при этом, и вот фраза, от которой у меня глаз дергается, это мы всегда так делали. Я вот на эту фразу уже готова запускать тапком человека. Вот они продают эту серу, продают из нее фигурки, там же на месте вырезают. Подожди, то есть они ее даже не как полезное ископаемое копают, а просто как красивый камушек? Ага. Бля. Ага. Ага. Я думал там производство какое-то типа Часть этого продают реально производство, но большую часть продают тупо как сувениры. Производство более современное, производство механизированное, а здесь мне реально кажется, что здесь это происходит просто по инерции, но это уже не идет на производство, а идет на сувениры, чтобы хоть как-то продавать. Мне кажется, здесь все дело вот они ее здесь продают даже если это изделия из серы они же наверное воняют этой серой вопрос а кто это покупает туристы а зачем покупать что-то что будет вонять еще и не самая полезная вот сувенир они бы еще и зурада фигурги я уйти слова это примерно как скопать узкокупы в рыжем лесу да это ребятки агро тур очень осознанный возвышенный агро тур ты рассказывал платишь деньги чтобы покатать катушку да посадить капустку удобрять грунтик да люди реально покупают да и стоит 400 500 баксов что такое так я понимаю как нам поднимать экономику страны я об этом уже пять лет говорю выучи и практикуй скиллы лайфгивинг скиллы взращивания жизни на биодинамической семидектарной ферме удобрительная философия методология дизайна органическое садоводство компостоведение какой-то набор ключевых снег просто полив удобрить удобрить площадь социальный активизм и многое другое каждый день практики йоги я поняла просто мы выросли из страны в которой этот социальный активизм всем в печенках уже сидит поэтому никто сильно не рвется борщ вегетарианский борщ это уже второй заход цены поднялись до 55 пельмешки но хотя и если честно встречала даже в воронике просто встречала даже в крыму турецкое такое заведение там есть лагман шурпа ну и борщ и приходит семья там мама бабушка и девочка мелкая и девочка мелкая я хочу лагман а цены там примерно одинаковые бабушка такая сидит какой тебе еще лагман я сказала будешь есть борщ так что есть такие варианты пищевое насилие в этой стране тоже дело поколений до шибурок это вот после вулканчика я отмокал помогло да а на этом кажется индунезия у нас заканчивается всякие кофе с аллакадо и мороженком просто бытовые фоточки это инсталляция про пластик в океане это волна она из пластиковых бутылок про защиту окружающей среды инсталляция я тебе скажу про защиту окружающей среды очень замечательно подходит вот там где я сейчас здесь живу ситуация короче говоря одна пластиковая бутылка 25 евро центов ты это все в автомат пихаешь а потом в магазине за это же сразу можешь все это варится ну да это много есть очень хорошо помогает спокойно не выкидывать бутылки а их крепить да это я 100 баксов снял в индунезийских деньгах да прям не день ты чувствовал себя миллионером ладно ладно ребят я на самом деле это 250 баксов это я на квартиру снимал миллионером да так тут 7 миллионов 7 миллионов рупий я столько платил за месяц кто хочет стать миллионером по-индонезийски да 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 это мой любимый фрукт о это я фоткал бытовых бытового мартышки много мартышек бытовуха 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 еще черные пляжи сколько их было красота ну это это последний месяц на Бали который я уже все посмотрел везде покатался тупо снимал этаж на вилле по цене однушки на Салтовке катался в мопеде по окрестностям жрал вкусную еду и работал на плот фоточки соответствующие это вид со дванатом еда 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 он еда спрашивает что по ценам я фоткал цены в центральном супермаркете ценник убираете три нуля умножите на два То есть это 4 бината. Собственно на этом, на этом, на этом Мудонезию можно и заканчивать. Это еще один вулкан, мы ездили, не действующий просто вулкан и вокруг него просто более застывшие лавы. Выглядит прикольно, а ехать по этому не очень прикольно. Вулканы, фрукты. Типичный продуктовый набор. Вот и по Индонезии, я сейчас буду просто завершающее бла-бла-бла делать. Я был на Яве, я всю Яву проехал и в Бали. На Бали я суммарно прожил 5 месяцев где-то. Из мест, я еще хочу, еще хочу и хочу еще на Суматру. Но Суматра, там почти нет цивилизации. Суматра это остров-заповедник. Там всякие какие-то уникальные гиббоны, красноносы, вараны. Вот, потом моя мечта, моя мечта, это остров Камодо. Он же Камодо, все знают, чем известны, да. Камодские вараны, драконы. И третья локация, куда я бы еще хотел, по Индонезии. Там есть остров Флорес. Если смотреть по карте, он такой в виде Петерни. Один из крупнейших от Флорес. Там просто есть очень дикие места. Где до сих пор там живут в деревнях дома из бамбука. И приносят вред выволов, привязанных там к столбу. Флорес самый такой аутентичный уголок этого всего. Что Индонезия, это не только Бали далеко, не только Бали. Бали это очень круто. Бали это очень красиво. Это очень вкусно. Это очень дешево. Это прям огонь. Но в Индонезии есть на чем-то сплетч. Но минус в том, что украинцам в Индонезию без визы можно находиться в месяц. То есть ты в конце этого месяца можешь куда-нибудь выехать за пределы страны. Мы так витали в Малайзию. То есть тупо на ночь. Ты вылетаешь, ночуешь в Малайзии, летишь обратно. Месяц определяется. Но это тоже деньги. Это тоже деньги. Это время. Это не очень удобно. И сколько раз так можно повторять, бесконечное или какое-то ограниченное число раз? Так они скажут, хватит. Я думаю, что сейчас с визами для украинцев много где по миру станет чуть-чуть проще. А в Индонезии с 2014 года украинец мог получить автобус беженцев? Нет, зачем беженца? Просто делают более длинные визы сейчас даже страны. А, но в Индонезии есть социальная виза, по-моему, на полгода. Она стоит 400 баксов, там нужна куча документов и докажи, что не верблюдь. Знаешь, не надо, пожалуйста, больном. Я сейчас нахожусь далеко не у себя в стране. У меня есть документы только ID-карточкой. Меня это напрягает. Так минимум, как я буду потом обратно возвращаться с таким шикарным набором документов? В смысле? Я с таким набором документов проехал 30 с херам стран. Зачем что-то еще? Да, только эта страна была не Германия, извини, пожалуйста. Я без сооказма, просто в чем проблема с Германией и ID-карточкой? Нет, ну смотри, я въехала, у меня загранника, например, нет. А у Макса нету своего детского паспорта. То есть мы въехали по моей ID-карточке и свидетельству рождения Макса. Это все круто. Нам даже какую-то специалку платят. Я даже тут с местными волонтерами поговорила, чтобы им помогать. Потому что мне, блин, прям совсем неудобно, что мне платят социалку. Я сижу, ни хера не делаю. Но я не могу понять потом, как я с таким комплектом документов потом обратно попаду. Нормально попадешь. Тебя просто в базу внесли, чтобы пересекла границу. Все, тебя также в базу внесут, чтобы пересекла границу обратно. Я почти уверен, что проблемы никакой не будет. Просто меня сейчас именно этот момент больше всего беспокоит, что я с непонятным комплектом документов оказалась непонятной. Я думаю, что гражданина Украины в Украину не пустить, это очень сильно постараться надо. Во-первых, да. Во-вторых, у тебя что-то ID-шка-то есть. Вот твою ID-шку записали, в базу внесли. И все. У меня сейчас даже есть теоретическая регистрация места жительства в Германии. Ну так прекрасно. Ой, что-то у нас сегодня громкий вечер. Вчера так маленько было. Я просто тут периодически нервирую на эту тему. Потому что меня так ротко... А что делать дальше, непонятно. Ну что, мы победим. Конечно, сликаем. Так, все. Кажется, на этом... Да, на этом прекрасном водопаде. Прекрасный, кстати, водопад. Не самый большой. И самое большое, мне было лень ехать. На Бали дохерища водопадов. Но это к каждому там спуска. То есть ты паркуешь мопед с матраси, а потом еще спускаешься там вниз по тропинкам, еще денежку за проход платишь. Это все. У меня было влом, поэтому я к одному поехал. сфоткался, и хватит. Я на тот момент уже насмотрелся. Овер до хера. Вот. На этом, на этом, на этом, на этом Индонезия, кажется, все. Да. Или нет, или да. Да. Или нет. Ну, осталось пару фото из аэропорта, но в целом, в целом, да. Вот, 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 вот. Потрясающая страна, очень рекомендую. И не только на Бали. Я думаю, что в следующий раз я на связь выйду где-нибудь. На следующих выходных уже. Возможно, мне повезет, и у меня будет свет дома, я буду учать уже из дома, а не из гостей. А на следующий раз, я думаю, немножко разнообразить нашу азиатскую тему. И, 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 и щелкнуть. Например, 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 вот. Эту прекрасную страну. Ух ты, это кто? Это... Ща, 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 ща. Ща, 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 ща. Транагония какая-нибудь? Нет. Ну, ну, ну. Жусей Лагман, это точно кто-то мусульманский. Это какой-то Туркменистан, что ли? Нет, нет, нет. Все чуть банальнее. Это Казахстан. Ну, какой-то там стан. Слушай, ну, астанов в этом мире очень много. Нет, мне понятно. Ну, просто это самое, извини, я этот самый. Вот, но это самое вполне себе интересно, да. Подошу запись. А где, 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 где?